МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать в стенах библиотеки имени Некраса. Сегодня у нас очень такая необычная встреча с историком, экспертом, блогером Морисом Ильичем Юлиным. Я думаю, все вы прекрасно его знаете по материалам сети интернет, в частности, беседы с господином Брюковым, разведопрос знаменитый. Поэтому сегодня вы можете с ним пообщаться вживую, задать вопросы, интересующие вас. Значит, в порядок такой, у нас действует вживой микрофон. Сначала вы будете дальше выступить с небольшим вступительным словом, потом, пожалуйста, можете задать вопросы. Вот вы можете видеть в центре зала стоит микрофон, это свободное, вы можете подходить, задавать вопросы. И есть еще у нас возможность задать письменные вопросы, кто, может, не успевает, не постесняется, пожалуйста, вот Андрей, у него в руках планшеты, вы можете также написать письменный вопрос и передать его президиуму. Я хочу предоставить слово Кириллу Полякову, представитель информационного агентства «Ледокол». Давайте поприветствуем. Спасибо большое. Наверное, без микрофона. Надеюсь, слышно, чтобы тут, скажу так, не нарушить коммуникацию. Большое спасибо всем, кто пришел. Большое спасибо нашему эксперту Борису Витальевичу, что согласился встретиться с любителями истории. Большое спасибо организаторам из библиотеки имени Красова, особенно военно-историческому клубу «Лед и пламя истории». Надеюсь, что вам эта дискуссия понравится, что вы узнаете много нового и будете постоянными посетителями подобных исторических дискуссий. Спасибо большое. Слово Борису Витальевичу Юрьевну. Спасибо. Здравствуйте. Собственно говоря, формат встречи для меня оказался несколько неожиданным. Я думал, что здесь будет такой небольшой, уютный, библиотечный между собойчик. А тут полная аудитория, много народу, и на меня смотрят, так сказать, можно сказать, мировые СМИ. То есть, только на официальных мероприятиях следил под таким количеством камер одновременно. Но тема, в общем-то, была объявлена как исторические... А, давайте возьму. Буду в него говорить. Иногда входить потихоньку. Так удобнее можно сутулиться. И вот, тема была, в принципе, объявлена. Исторические параллели. Но звучит эта тема что-то на вроде 100 знаменитых побед или высказывания великих людей. То есть, достаточно бессмысленно. На самом деле, исторические параллели, которые обычно проводят, чаще всего смысла какого-то особого в себе не несут смысловой нагрузки. Но если мы говорим о исследовании историческом, то... То, в принципе, исследование вот этих самых параллелей это основной инструмент изучения истории и использования ее в применении к сегодняшнему дню. Если что-то в мире происходит, то всегда можно попробовать найти аналогичные события в прошлом, отследить причинно-следственные связи и суметь проанализировать, к чему приводят те или иные действия, те или иные политические методы, к чему приводят, скажем так, одни и те же ошибки. Ну вот сейчас, например, у нас, если брать исторические параллели, то... ну, можно посмотреть на то, что происходит сейчас в Сирии, ситуация с Турцией. То есть есть, допустим, победные отчеты о том, что взяли какую-то высоту, освободили какой-то город в боевых действиях против ИГИЛ и про действия турок, которые обнаглели, нагло сбили самолет, не идут ни на какие уступки и вообще законченные сволочи. Но мы их не боимся, мы им дадим по зубам, поэтому разворачиваем дополнительные силы в Сирии. Так вот, и можно, допустим, почитать события, которые происходили перед русско-турецкой войной, которая потом развернулась уже в Крымскую войну. То есть, от 1853-55 года, когда Россию усиленно подталкивали, например, к войне с Турцией, при этом турки страшно боялись этой войны, не хотели ее, но им не давали отступить добрые западные союзники Англии и Франции. Обещали помощь. При этом Россия непопутно обещала, что не будут вмешиваться, что будут соблюдать нейтралитет. С пониманием относились к идее раздела турецких владений. Но при этом задача была спровоцировать Россию выступить в качестве агрессора. И вот можно делать из этого какие-то выводы, из этой аналогии, а можно не делать. Можно искать, допустим, исторические параллели в социальных изменениях. То есть, например, 15 лет назад примерно у нас в руках 1% самых богатых было сосредоточено примерно 50% национального состояния, сейчас примерно 70%. То есть растет разница между бедными и богатыми. Можно посмотреть, к чему она приводила, допустим, в той же самой Российской империи в конце 19-го, начале 20-го века, где шел ровно тот же самый процесс. К чему это приводило во Франции во времена льдовика 16-го, где был тот же самый процесс. Можно посмотреть, к чему ведут, допустим, иностранные инвестиции. Ну, то есть, экономика, социология. Например, реформы Витте привели к тому, что увеличился поток иностранных инвестиций в Российскую империю, к тому, что стали открываться вроде бы новые предприятия. Но при этом уже к 1900-му году больше половины всей металлургической промышленности Российской империи принадлежала иностранному капиталу. А к революции принадлежала примерно три четверти. Или, допустим, у нас любят вспоминать, что нефть была, ну, что Российская империя добывала чуть ли не больше всех нефти накануне революции, но при этом забывают добавить, что 9 десятых этой нефти принадлежала, собственно говоря, Нобелям и Ротшильдам. А всем остальным, дай Бог, одна десятая. И что, и как это сказывалось, собственно говоря, на положении в обществе, на отношении к людей к тому, что происходит. Вот то, что можно сказать об исторических аллегориях. То есть, в принципе, ну, не аллегориях, пардон, аналогиях заговариваюсь. Так вот, то, что можно сказать об исторических аналогиях, а в исторических параллелях. В принципе, это просто способ использовать историю как инструмент. И вот, теперь, давайте просто поговорим о них. То есть, какие хотели бы обсудить, о чем поговорить, что с чем сравнить. о, вон там человек хочет сказать уже. Давайте. Микрофон вот, видите, было слышно. Я бы хотел услышать цель, а зачем мы проводим аналогии, какая у нас поставлена функциональная цель, что мы хотим из этого, от этого достичь. если мы будем параллели проводить, можно между физическим и биологическим объектом провести параллели. Они существуют. Ну и что? Можно провести параллели, одним свойством, что он находится в это время, в этой точке пространства. Меня интересует, какую цель мы преследуем, проводя аналогии. Я бы аналогии не проводил, потому что социалистической революции, аналогии, аналогии, я сейчас заканчиваю через буквально 20 секунд. Провести аналогии с советским периодом, в общем-то, нет возможности, если детализировать, уточнять, что хотели и поставили цель классики. Спасибо. Как я понял, здесь все-таки был не совсем вопрос, а высказывание мнения. Так бы сразу и сказать, что это не вопрос. Так вот, на вопрос отвечу предельно просто. Дело в том, что история это опыт. То есть, есть опыт отдельного человека, есть опыт группы людей, есть опыт, собственно говоря, человечества и опыт государства, опыт народов. И вот как раз исторические аналогии вот исторические параллели, это в какой-то мере способ учета этого опыта. То есть, человек, проводя те же самые параллели с тем, что происходило в его жизни, может в следующий раз учесть, допустим, свои ошибки или свой положительный опыт. То есть, это то, что называется уроками истории. Больше оно, собственно, для чего не нужно. Ну, опять же, и для развлечения. Тех, кто не хочет ничего учитывать, но кому просто это интересно. Королев хотел и создал, будем говорить, ракету. Вот до этого опыта не было. Он не пытался изучить историю. Он поставил проект, надо полететь, Солковский первый в этом заявил, надо полететь в космос. И этот проект по функции созидательной деятельностью занимался. А заниматься все время историей с повернутой головой идти вперед нельзя. Поэтому я не понимаю эту цель. Для чего мы все время обсуждаем прошлое, но и не идем в будущее. Кстати, вот интересный такой момент как раз учета ошибок прошлого. Дело в том, что та же самая, например, классовая борьба, она велась с древнейших времен. То есть, как появились классы, так появилась классовая борьба. Притом, первоначально она шла в основном в одну сторону от господствующего класса, потом с осознанием классов, которые подвигались угнетению, она стала вести. То есть, это были крестьянские восстания. Думаю, ни одного человека здесь никто не слышал про восстание Спартака, потому что он даже в школе проходит. Правильно? Более того, многие крестьянские восстания завершались победой восставших. Например, в Китае две крестьянских войны закончились победой восставших. И не только в Китае это было. Но там что происходило? Не зная, что делать, не понимая, как дальше будет меняться мир, вместо плохого царя выбирали хорошего царя. Он зачастую был действительно хороший, проводил очень хорошие положительные преобразования в стране, но это обычно касалось одного, максимум двух поколений. Дальше все возвращалось на круги своя. Затем этот опыт уже учитывался. То есть он учитывался и во время крестьянских выступлений, он учитывался и во время, ну, кстати, вот в Китае, допустим, он учитывался уже во время восстания Тайпинов, которая, правда, не завершилась победой, но там преобразование населения совершенно другой характер. Оно учитывалось и в Европе. И, например, первая попытка создать, скажем так, коммунистическое общество в Европе, это была Парижская коммуна, которая, кстати, победила в Париже. На момент, когда была создана Парижская коммуна, например, у правительства Тьера было 27 тысяч человек, солдат, а у Парижской коммуны было 100 тысяч человек вооруженных людей. Так вот, но там был допущен целый ряд ошибок. И, например, большевики, когда готовились брать власть в свои руки, и об этом, кстати, совершенно четко говорится даже в работах Ленина, так вот, они учитывали опыт Парижской коммуны. Вот как раз посмотрели в прошлое, понять, что делать в будущем. Многие не понимают, зачем это нужно, но это личное дело каждого человека, учитывать или не учитывать ошибки прошлого. Но вот в данном случае учли. В результате получилось создать Советский Союз, который просуществовал 70 лет. Но, правда, сейчас он прекратил свое существование, но если все еще раз будут пытаться создать, наверное, учтут и те ошибки, которые были, и которые привели, собственно говоря, к 91-му году. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Я не уверена, что вопрос касается именно исторических параллелей, но вот у меня по поводу книги Нефедова «История России» многофакторный анализ. Он использует термин «социализм», но в немножко непривычном аспекте для нашего эстмата, по которому мы все учились в школе. Это, во-первых, и ваш комментарий мне бы хотелось услышать, и он и империю Хамурапи называет социалистической, и халифат, и османскую империю. В какой-то мере так можно назвать? Можно, да. Дело в том, что давайте я просто попробую сразу говорить, а в случае чего давайте уточняю дополнительные вопросы. Можно ли я закончу? Хорошо, давайте. Можно ли использовать так термин? Если я правильно поняла произведение, то он говорит о том, что социалистическая империя существует несколько поколений, и потом погибает, это закономерно. Ваше отношение это не прямой вывод, но, по-моему, его можно сделать по прочтению монографии. Вот мне интересен ваш комментарий. Ну и второй вопрос такой личного характера. Какое историческое образование порекомендуете для выпускника школы? Ну, давайте начну со второго вопроса. Собственно говоря, наиболее приличное историческое образование у нас в стране, если говорить именно об историческом образовании, дает эстфак МГУ. Ну, так исторически сложилось. Остальное все-таки требует гораздо больших усилий для самообразования. Но я на первое историческое образование получал вот здесь буквально рядом. Это педагогический университет имени Крупской. Так вот, но сразу скажу, в плане изучения истории этого образования явно недостаточно. А теперь по поводу социализма. Дело в том, что само понятие социализма, оно появилось до марксизма. И соответственно до того определения социализма, которое использовалось в советской высшей школе. Поэтому самих понятий социализма, то есть самих определений существует несколько. Применять можно в принципе любое, потому что любое определение является инструментом. Для исследований, смотреть, что мы хотим изучить. То есть, если мы хотим разобраться с социализмом, как с переходной фазой от капитализма к коммунизму, то есть первая стадия по сути строения коммунистического общества, это будет речь об одном социализме. Если мы хотим поговорить об обществе, где снижается социальная напряженность за счет снижения развития, ну, скажем так, расслоения социального общества для того, чтобы снизить социальное напряжение, это будет другой социализм. То есть, например, первый вариант социализма к так называемому скандинавскому социализму не подходит совершенно, а ко второму определению подходит вполне себе нормально. Насчет нефедований не читал. В принципе, считаю подобные теории достаточно притянутыми за уши, потому что существовали, в принципе, довольно долгое время общества, гораздо больше пяти-шести поколений, где обеспечивалось либо для каких-то конкретных страт, либо вообще для большей части общества относительно социальное равенство. Собственно говоря, самое древнее поселение неолитическое, которое я сейчас достаточно хорошо исследовать, читал в Юг, оно было чисто по типу застройки, потому как самоустроенное поселение, оно относилось скорее к социалистическому обществу, то есть там не было выраженного центра, окраин, различия в уровне жизни, а просчитывало оно порядка трех тысяч лет. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Борис Витальевич. Вопрос такой, в последнее время часто можно слышать такое мнение о наличии исторической параллели между ситуацией в Российской империи в семнадцатом году и тем, что, в общем-то, видим мы сейчас. Насколько такое мнение корректно и какие отличия между ситуацией тогда революционной и, возможно, революционной ситуацией в наше время. Спасибо. Давайте попробую как это объяснить. Дело в том, что начнем с того, что революционную ситуацию, ее создают не революционные партии, не революционеры, не какие-то бунтари. Революционную ситуацию создает всегда правительство. То есть именно оно создает такие условия, а революционеры этой революционной ситуацией уже пользуются. Для того, чтобы это получился, допустим, не бунт, просто очередной, бессмысленный и кровавый, а именно революция. То есть произошло изменение общества. Так вот, получится или нет, это уже другой вопрос, но ситуация революционная создает власть. И создает примерно одними и теми же методами. То есть что происходило в Российской империи? В связи с тем, что возможности общего роста богатства в Российской империи были практически исчерпаны. То есть христианство становилось все более малоземельным. Внутренний рынок толком не развивался, и поэтому довольно слабо развивалось промышленное производство. Например, вплоть до революции у нас значительная часть производства. Это, собственно говоря, то, что обслуживало интересы военного ведомства. То есть крайне милитаризованная экономика, а обычные бытовые товары в значительной мере поставлялись из-за рубежа. Так вот, торговали хлебом, сырьем, закупали готовую продукцию. То есть об этом был, собственно говоря, отчет даже такой шикарный. Он уже выходил в печати и на эстмате лежал. Отчет Крестовникова, ну это руководитель был промышленной палаты при Думе в Российской империи. О том, что мы продаем и что мы закупаем. Где сразу было видно, что Россия была, в принципе, импортозависимая, отсталая страна. Так вот, и на фоне этого проводилась после русско-японской войны определенная такая своеобразная приватизация. И росла доля иностранного капитала. Например, тот же самый Донбасс, про который сейчас все слышат в новостях и так далее. Вот это были, по сути, можно сказать, личные владения некоего Юза. И город Донбасс назывался Юзовка. Так вот, то есть это вот основной центр металлургии и угольной добычи в Российской империи принадлежал иностранному капиталу. Ну, собственно говоря, у нас в это время больше половины всего принадлежало франко-бельгийскому капиталу. Что-то принадлежало немецкому, что-то английскому еще. И совсем чуть-чуть был представлен американский капитал. Сейчас пропорции изменились, но доля иностранного капитала у нас растет. У нас вот началась, например, сейчас процедура продажи жилищно-коммунальных сетей иностранному капиталу. Насколько я помню, там в Тюмени, что ли, это уже возникает очень большая проблема с тем, что продали это Афинам. Афина теперь требует, по-моему, что-то по две тысячи долларов человек, что ли, на реконструкцию этих сетей. То есть выкручивает руки, пользуясь тем, что они иностранные вообще владельцы, и им на проблемы местных жителей глубоко плевать. И вот мы сейчас смотрим, как происходит дальнейший передел пирога, как изменяется ситуация социальная в обществе. И мы можем найти, допустим, параллель с Российской империей, а можем не искать их. Или считать, что они, допустим, надуманы. Это уже личное дело каждого, кто какие выводы делает из этой параллели. Борис Витальевич, вот такой вопрос. В конце существования СССР, где-то с 1979 по 1988 год, очень активно проявлялась так называемая методологическая группа. Это группа Щедровицкого. То есть официально было заявлено как педагогический метод. Но на самом деле это породило такие феномены, как группа Чубайса, которая на основе этой технологии развивалась. Кириенко, Кургиняна. То есть совершенно из разных политических страт люди, объединенные некой единой задачей и единой технологией. Было ли что-то подобное, но с учетом того, что это отнюдь не маргинальная группа, было подготовлено порядка двух миллионов человек по этой технологии в этот период. Причем в основном это были управленцы, либо лица, кто себя позиционирует как элита. Было ли подобное массовое в прошлом? Есть ли у вас такая информация? И еще один момент. Вы упомянули Крымскую войну. Вот в частности по результатам Крымской войны англичане поставили довольно экзотические требования освобождения крестьян в 1861 году. То есть было, собственно говоря, установлено определенные сроки по выводу крестьян из-под... Но все-таки освобождение крестьян не было условием мирного договора. Ну, скажем так, было закрытое счастье. Эти документы были опубликованы в 20-е годы. Потом по ряду причин уже новая власть это делала. Все-таки относятся к версиям и не к фактам, потому что на самом деле, посмотрите, документы пока что... Я вот не знаю людей, которым бы это удалось сделать. То есть была информация о том, что есть такие документы, это не документы. У нас очень много есть, допустим, очень занятных документов, типа, допустим, записки Шелепина, которую по недоразумению люди считают документом, хотя там, извините, то, что это подделка, видно невооруженным взглядом. Так вот, здесь, в принципе, может быть то же самое, но ситуация с освобождением крестьян, она назрела и перезрела. И, собственно говоря, сначала освободить... Ну, то, что крестьян нужно освобождать, совершенно необходимо. Это было ясно еще в правлении Александра Первого. Но там сумели отделаться этим вот указом о вольных землепашцах. То есть каждый тысячный дворянин где-то в Российской империи освободил своих крестьян. То есть одна десятая процента. Ну, достаточно построить на динамику крестьянских бунтов, чтобы понять, почему отмена крепостного права становилась абсолютно неизбежной в ближайшие же годы. То есть, когда Александр Второй пришел к власти после смерти своего отца, там сразу занялась как раз-таки именно подготовка отмена крепостного права, потому что, ну как... Потому что с этим мероприятием запоздали и очень сильно. А насчет как раз подготовки кадров, которые проводили перестройку, ну, достаточно понять то, что у нас Советский Союз где-то с 70-х годов, то есть особенно вот после реформ Косыгина, он встал на путь реставрации капитализма. И, заумеется, должны были быть подготовлены люди, которые будут это делать. Было ли подобное в мировой практике? Ну, в какой-то мере было, допустим, ну, в гораздо меньшем масштабе, потому что тогда всем этим занималось все-таки только высшие сословия, и наиболее богатые люди, а с народом работать нужды было меньше. Но нечто подобное было во время реставрации монархии в Англии после смерти Кромбеля. То есть это произошло не сразу, но к этому тоже готовились. Подготовили общественное мнение, подготавливали людей, которые будут это проводить. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос такой, больше концептуальный. Вы проводите параллели между современной Россией, я так понял, Россией начала 20 века. Источник этих параллелей, возможно, в том месте, которое мы занимаем в мировом капитализме с точки зрения небезызвестного наверняка вам мирсистемного анализа. Вот хотелось бы знать ваше мнение вообще о теории мирсистемного анализа, центр, периферия. И у меня на самом деле несколько вопросов, но чтобы вам сразу так не пришлось долго отвечать, может быть, вы по мере их задавая, сразу начнете. На мой взгляд, теория мирсистемного анализа – это достаточно изящный и красивый вариант натягивания совы на глобус. А по какой причине? Дело в том, что это попытка довольно сложной конструкцией объяснить вполне простые явления. Как раз таки о том, что есть страны центральные, которые контролируют что-то, и есть страны периферийные, которые вынуждены подчиняться требованиям более сильных стран. То есть в данном случае момент конкуренции между странами, между странами идет конкуренция, то есть она была и в феодальном обществе, и в капиталистическом. Так вот, она ничем не отличается от конкуренции между юридическими или даже физическими лицами в рамках одной комнаты. То есть сильные диктуют свои требования слабым. Слабые могут маневрировать между сильными, чтобы пытаться выгодить какие-то элементы, бонусы для себя, какую-то свободу. Но теория мирсистемного анализа, она не способна никак объяснить успешные прорывы слабых стран в лагерь сильных. То есть вы все сводите только к политической силе государства, но не к самой экономике? Нет, не к политической силе государства. Там очень много факторов есть. Просто теория мирсистемного анализа, она чем-то похожа на теорию Гумилева. То есть мы одно непонятное объясняем другим непонятным. Типа какая-то пассионарность из неба нам напекла голову, так вот и поэтому пошла подъем какой-то нации к высотам, какой-то национальности. А до этого она прозябала в нищете и убожестве. Понимаете, дело в том, что сам факт, что какой-то народ был на вторых ролях, а потом неожиданно вышел на первые роли, объяснять теорию пассионарности это ровно так же, как объяснять тем, что это просто воля Божья. С теорией пассионарности и вашей оценкой, я полностью согласен. Дело в том, что мирсистемный анализ, в какой-то мере, если вы просто вдумаетесь, я просто не знаком, в принципе, достаточно, пытался с ним ознакомиться, пытался. Но когда я просто понял, как там строятся, какие мысли идут, я больше на него времени тратить не стал. Потому что, я говорю, он не объясняет момент с поднятием. На самом деле там много этому уделено, особенно если братья Риги, где в его, собственно, книге «Долгий XX век» все и посвящено, как раз, переходу центров капитализма из одной страны в другую. А если мы говорим не о капитализме? А это уже то, что многие в Удерстане будут другие мирсистемы. Это довольно искусственная конструкция, которая вполне себе изящная и в качестве зарядки для ума ее действительно можно изучать. Ну, в общем... Но не для истории, она не годится. Ну, возможно, зря вот статьи в Удерстане. Она не примерно не годится для исторического прогноза. Вы можете знать, как эксперимент поставить? Чисто для себя, я заметил, что вы интересуетесь этой теорией, да? Ну, в общем, да. Так вот, возьмите какой-нибудь важный исторический этап. Ну, например, возвышение Парфианского царства, его борьбу с Римом и так далее. Или какой-нибудь, если вам нравится, больше средние века. Допустим, подъем Испании, то есть возникновение испанского корреста, которое стало гемоном в Европе. Ну, или какой-нибудь еще вариант. И попробуйте проанализировать с точки зрения мирсистемного анализа. Вот. Вот начало процесса. Именно как бы предсказать его. Предсказывается он или нет? Так, в общем-то, неплохо предсказывается. Там же речь идет о том, что существовали мирсистемы разного плана. Мир экономики и мир империи. Просто Парфианское царство, пресловутое, как и Испания, это, в общем, с точки зрения терминологии мирсистемного анализа, мир империи. То есть государство, где, ну, в первую очередь, как раз политический центр организующую роль играет. А мир экономики... А какой политический центр был в Парфианском царстве? Ну, собственно, Парфиане — это самое племя из Средней Азии, которое захватило территорию той самой Персии, ликвидировало остатки Селивкидского царства. Так что политический центр в виде вот этой... Она его не ликвидировала? Селивкидское царство, но оно его, по сути... Не селивкидское, не селивкидское. Это имеется в виду, они соседились фактически к персам. Но это, говорю, мы сейчас просто уходим далеко в сторону. Я боюсь, что здесь большинству будет это неинтересно. Но просто вот эта мирсистемная теория, она как раз-таки заставляет ту картину, которая была в государствах, вот несколько корежить, чтобы подогнать под эту систему. Я говорю, попробуйте использовать ее для предсказания уже прошедших событий, выбрав на свое усмотрение, по своему интересу, но и не из тех примеров, которые там разобраны. Разумеется, это я многократно пробовал. Ну, последний вопрос. То есть вы считаете, что капитализм по своей структуре одинаков в любой точке мира, где он действует или нет? Просто сам капитализм, он абсолютно одинаков. Понятно. Вот страны капиталистические, они очень сильно разные. Ну, в общем, тогда... Следующий, пожалуйста. Приветствую, Борис. Я хотел, собственно говоря, спросить, то есть, во-первых, упомянуть о том, что существует такая идеологическая борьба в современном обществе, там, левые и правые, и методы этой борьбы, наверное, они не изменились никак с древнейших времен. Одни делают фальшивки, другие разъясняют, и там кто-то задает вопросы, кто-то хитро вывернуто их же объясняет. Вопрос в чем? Можем ли мы потерпнуть что-то из истории? Вообще идеологическая борьба, она ведь велась, наверное, и в тот же самый период перед русско-турецкой войной. Можем ли мы оттуда что-то новое подчеркнуть, какие-то новые приемы, не знаю, или что-то? Ну, во-первых, приятно видеть старых знакомых. Так вот, во-вторых, Крымская война – это все-таки не период обострения классовой борьбы, и там можно подчеркнуть как раз-таки какие-то моменты, связанные с довольно стабильными периодами развития общества. То есть здесь больше действительно подходят аналогии либо более ранние, либо более поздние. Но подчеркнуть, да, можно, например, моменты, связанные как раз-таки с системой управления массами, то есть когда явное меньшинство управляет явным большинством, используя вполне традиционные способы, которые не менялись со времен Древнего Египта и древнешумерских городов государства. Это, например, сакрализация власти, которая используется как очень серьезный пропагандистский инструмент. То есть объявление ряда священных коров, которые выводятся за рамки обсуждения вообще, как такие вот священные аксиомы. То есть, ну, например, божественное происхождение фараонов или императора, или абсолютная, так сказать, святость конституции в наше время. Это примерно одного явления порядка. Явление одного порядка. Так вот, второй момент – это легитимация власти. То есть, как сделать власть законной. Например, на Руси для того, чтобы обеспечить… Что такое легитимация власти? Чем отличается от просто законности? Легитимность власти – это когда люди считают, что эта власть является законной. Не когда она является законной, а когда люди так считают. Вот, например, последний такой крупный акт был – это создание Конституции 1993 года. То есть, президент Ельцин в парламентской республике, которая была тогдашней, Российская Федерация. Ну, там парламент тогдашний, то есть, Верховный Совет отправил президента в отставку, что он имел полное право сделать. Ельцин объявил о распуске парламента, то есть, Верховного Совета, что он не имел права делать никакого. А так как парламент не разошелся, он разогнал его танками. То есть, это была узурпация власти, вооруженный захват. Власть его была абсолютно нелегитимной. В глазах, собственно говоря, большинства населения тоже. Что было сделано? Был устроен как бы общенародный референдум о принятии новой Конституции. Заметьте, не узаконивание власти Ельцина, а новой Конституции. Конституция касалась уже президентской республики, а не парламентской. Так? Народ, что в этой Конституции написано, не знал, не понимал. Текст там был достаточно путный, для людей неясный. Времени на обсуждение не было. В средствах массовой информации Конституция не обсуждалась. То есть, она рекламировалась, но не обсуждалась. Но сам факт, что был проведен всенародный референдум, и при этом он прошел более-менее успешно, только по одной причине. Людям внушалось, что страна без основного закона жить не может. Конституция должна быть обязательно, иначе всем кранты. А, мол, если есть какие-то недостатки, мы потом их доработаем. Так вот, но сам ритуальный акт был совершен. Вот, допустим, в государстве российском таким актом являлись земские соборы. То есть, Василий Шуйский без земского собора взошел на престол, так и остался нелегитимным. Романовы этот момент учли. И, собственно говоря, вполне себе сфальсифицировав итоги земского собора, прокатив того же самого Трубецкого, который реально защищал страну в пользу Романова, который сидел вместе с поляками в Кремле, так вот, но сумели провести сам земской собор. Все, типа, глаз народа, глаз Божий. То, что народ на самом деле никто не спрашивал, это никакой роли не играет. Главное, легитимация власти была проведена. Династия Романовых стала легитимной. И после этого, вот, как раз у нас возникают вот такие вот уже обсуждения, типа, ах, какие негодяи были, допустим, большевики, осмелись поднять руку на царское семейство. Кто же может убивать царя? Только заговорщики от имени другого царя. То есть, убить Николая Второго ни в коем случае нельзя. Вот, допустим, убить Павла Первого, так сказать, потачи его сына родного, это можно. То есть, это вот как раз момент, связанный с ритуалами именно, которые обеспечивают власть. И, в принципе, разоблачаются эти ритуалы, объясняются. Они, собственно, точно так же, как в те времена. И более того, они работают только до определенного предела. То есть, божественная власть фаронов, допустим, не помогла сохраниться древнему царству. То есть, там народ допекли настолько, что наплевали на всю святость, на всю сакральность. И было восстание описано в сказании Пувера, где было четко ясно, как прекратил свой путь, собственно говоря, Египет в эпохе древнего царства. Ну, то есть, десакрализация священных коров, в том числе, там, и конституции, и частной собственности, например, тоже может являться инструментом в идеологической борьбе. Более того, если власть теряет берега, эта десакрализация происходит автоматически. — Пожалуйста, следующий. — Здравствуйте, Борис Витальевич. У меня к вам вот два вопроса. Ну, во-первых, по поводу доклада Крестовникова. Я читал его. Он его ведь писал, было несколько докладов. И один из них, который вы, наверное, имеете в виду, был написан в 2015 году. И он был вызван, прежде всего, наступлением армии Маккензина, что потребовало срочного экстренного увеличения объемов металлургического производства, прежде всего той же военной промышленности. А ведь, собственно, обрабатывающая промышленность была. Тоже Транссиб строили исключительно из русских материалов и вагонов. Просто требовалось вот это увеличение производства. И вот я хотел в связи с этим всё-таки вас спросить. Чтобы знать основные направления экономической политики, ведь недостаточно знать точку зрения отдельных депутатов или министров. Нужно знать позицию главы государства. А позицию главы государства мы знаем откуда. Сейчас только в основном резолюция на докладах министров или премьер-министров. Вот основной источник. Или полное собрание законов. И вот не доводилось ли вам находить документы, в которых отражены были политические взгляды монарха. Я имею в виду его письма за границей. У него были родственники за рубежом. Греция, например. В Таиланде у него он дружил с королём Бангкока. Кстати, я видел просто ответные письма вот этих монархов. Они очень много говорили как раз по вопросам экономики. Вот не был ли вы за границей, не доводилось ли вам находить какие-то источники по этой теме? Вы знаете, я даже не искал переписку Николая Второго. И я считаю, что применение к нему таких фраз, как его политические и экономические взгляды, это является наглой лестью в его адрес. Нет. Нет, я просто хочу сказать. Например, есть документы, которые вполне говорят о его политических взглядах. Это, например, доклады Витте. По поводу как раз-таки событий, связанных с Безобразовской кликой, которая занималась расстройством русско-японских отношений в Корее. Прошу прощения. Дело в том, что я как раз сейчас пишу докторскую на эту тему. Дело в том, что Безобразовская клика, это началось с публикации статей Короленко, которая, не имея доступа к секретам, закрытым документам, выбрал это название, а потом это использовал Ленин. Но я нашел в документах архива внешней политики руководитель департамента, руководителя вот этой клики, Александра Михайловича, он предлагал это для ограждения обороны берегов Северной Кореи и план мирно урегулированности. Дело в том, что никакого ограждения берегов Северной Кореи не произошло де-факто, а вот конфликт с японцами произошел. И кроме того, я же говорил не о том, как называл это ВИТО, он не называл это Безобразовской кликой. Он просто упоминал, что, допустим, сверхнормативные расходы императорского двора составили 3 миллиона рублей, которые были лично переданы Николаем II, так сказать, в распоряжение Безобразова для разработки концессии на реке Ялу, и что это приходится покрывать сверхнормативными расходами из бюджета. То есть там вот такие есть вещи. Есть очень хорошие документы, часть из которых приводится, допустим, у Бескровного в его работах русской армии и флот в XIX веке и русской армии и флот в начале XX века, где указываются отчеты, всеподненящие отчеты военного ведомства. Есть материалы по поводу тех же самых железных дорог, которые, например, с 1905 года по 1917 год, каждый следующий пятилетий строилось все меньше и меньше. То есть у нас строительство железных дорог, мягко говоря, шло угасающими темпами. Это тоже вполне себе конкретные факты, которые показывают развитие. А доклад Крестовниковым, он чем интересен? Он показывает, во-первых, нормально, с цифрами, с четкими, положение Российской империи накануне Первой мировой войны. И там четко показывается тот момент, что у нас есть проблема с мобилизацией в военное время промышленности, потому что мобилизовывать, в отличие от Англии и Франции, нам, по сути, нечего. А Российская империя, ну как, уровень развития действительно был достаточно слабый по сравнению с основными противниками и союзниками. То есть мы очень сильно отставали как технологически, так и по общему объему производства. Прошу прощения, но в том, в 15-м году, во время того же доклада Крестовников, вот когда он писал, произошел бой в Ирбенском сражении, где русский крейсер Новик одержал победу над двумя новейшими германскими истребителями. Новик был эсминцем, а не крейсером, это так. Ну да, ну это... Он вел бой с двумя немецкими эсминцами. Это 79 эсминцем? Да, из которых один остался целым, а другой подорвался на мине. Это не говорит о технологическом превосходстве России, зато о технологическом отставании говорит то, что, например, эсминец Новик, имевший скорость 37 узлов максимальную, был построен с немецкой помощью, то есть силовая установка создавалась с помощью немцев. Так вот, когда наши начали строить серийно эти самые Новики, ни один из серийных не превышал скоростью 35 узлов. То есть бегал медленнее, чем вот эти самые указанные немцы. Скорость ухода 36 узлов. То есть Новик так и остался лучшим эсминцем в своем классе до конца, вот в Российской империи, до конца Первой мировой войны. И понимаете, здесь можно много спорить о всяких мелочах, но от того факта, что Россия сделала 28 тысяч пулеметов за Первую мировую войну, а Германии 280 тысяч, уйти никуда не удастся. Российская империя была отсталой в техническом плане страной. И если крейсер Аскольд в 1999 году строился с помощью пневматической клепки на ферме Круппа для России, то наши новейшие линкоры в 2013 году, типа Севастополь, продолжали строиться с помощью ручной клепки. Почему они сумели построить довольно слабые, но в то же время самые дорогие в мире линейные корабли? – Ну, вы знаете, дело в том, что вы, извините, конечно, но дело в том, что ВИТО, во-первых, что касается безобразовской клики. ВИТО, мягко говоря, преувеличил. Император заплатил за эту кампанию 65 тысяч рублей. – Вы говорите, ВИТО преувеличил. Я говорю о том, что ВИТО сказал. И я знаю, так сказать, допустим, как это сказывалось на международных отношениях. Поэтому мое мнение о Николае II, как о правителе, является достаточно отрицательным. Ну, собственно говоря, для правителя, который сумел проиграть две войны и допрыгаться до двух революций, его по-другому ценить довольно сложно. Так вот, вы можете об этой теме спорить, но я просто считаю, что здесь у нас просто не очень подходящая площадка для этого. То есть мы обменялись мнениями. Я думаю, вот тут просто за вами стоит еще человек, и он давно уже ждет. – Хорошо, ладно. Ну, все, я, собственно, уже готов. – Здравствуйте, Борис Витальевич. Не уверен, что вопрос по теме, но интересует такая вещь. Как мне кажется, в любом обществе существуют некие базисные ценности, которые лежат в основе культуры и традиций. И, собственно, опыт становления, прихода к власти коммунистов в разных странах показывает, что коммунизм так или иначе ложится на эти базовые ценности. И даже, возможно, если бы руководство коммунистических стран хотело их изменить, потому что некоторые из этих ценностей тормозили становление коммунизма, тем не менее, как мне кажется, не всегда это удавалось. Ну, например, до сих пор в Китае существует патриархат и патернализм, до сих пор на Ближнем Востоке и в Африке существует трибализм. Или Латинская Америка, где все еще сильна католическая церковь. Ну, даже на примере бывших советских стран, на примере Кавказа и Средней Азии, какие там традиционные ценности сохранились. И, собственно, вопрос в том, как коммунистам отличить те ценности, которые тормозят и консервируют классовую борьбу, от положительных ценностей. Это, во-первых. А во-вторых, как при этом в этой борьбе с архаичными ценностями победить и при этом не удариться в такой либерализм откровенный, когда вообще с любыми практически ценностями вступают в борьбу идеологически. Ну, как сказать... Вот у нас есть различные традиционные ценности, да? Люди считают их важными, многие считают их священными для себя, правильно? Ну, дело в том, что коммунизм, он не о том, что, допустим, должны быть личная свобода каждого человека, что нельзя называть женщину женщиной, потому что это для нее унизительно. Ну, как это сейчас в Европе носится с этим бредом. Так вот, дело в том, что это должны решать в основном сами люди. То есть для коммунистической идеи есть некоторые действительно базовые вещи, которые касаются взаимоотношений между людьми. Ну, например, то, что не должно быть угнетения человека человеком, не должно быть экономической эксплуатации или какой-либо другой. То есть, допустим, не должно быть рабства, не должно быть крепостных крестьян, да? Не должно быть капиталистов. То есть они касаются именно этого. А отношения внутрисемейные, отношения со всякими традиционными моментами, которые действительно могут тормозить развитие общества или нарушать принцип даже социального равенства. Например, во многих народах действительно женщина до сих пор не человек. Но это неправильно. Она человек. Ничем не хуже мужчины абсолютно. Так вот, с другой стороны, что и не лучше, а так. Такой же человек просто. Но эти вещи решаются только путем воспитания. То есть, собственно говоря, как Сталин говорил, что для построения коммунизма нужно воспитание человека нового общества. Чем в Советском Союзе, в общем-то, до 50-х годов пытались заниматься. И даже достаточно успешно. В какой-то мере отголоски этого мы чувствуем. Прямо сейчас в нашем российском обществе. Спасибо. Следующий вопрос. Приветствую, Борис. Приветствую. Сколько знакомых лиц. Вопрос несколько, наверное, философско-методологический. Сначала несколько примеров. То есть, древняя история. Централизованное руководство издало какой-то указ. Его размотали свиточек, прочитали на площади. Все понятно. Проходит какое-то время. Появились самолеты. Возможности разбрасывания листовок. Оно уже становится не одноточечным, а скорее двухточечным. Две соперствующие стороны. Появилось радио, тоже однонаправленное. Одноточечное, однонаправленное. Телевидение, одноточечное, однонаправленное. Учебники, одноточечное, однонаправленное. Пришло начало 90-х, середина 90-х. Сначала ФИДО, потом, в общем-то, интернет. Подача информации становится многоточечной, многонаправленной. С самыми различными вещами. Ну, типа там, как очень сильно изменились методы подачи информации. С их там интернет-мемами, с интернет-троллингом и так далее. Насколько, исходя из этого, теперь уже вопрос, точнее полтора. Насколько, исходя из этого, можно адекватно проводить исторические параллели времен предшествующих нынешней ситуации. И вообще, к чему изменение методов передачи и подачи информации может вообще привести в дальнейшем. Спасибо. Приятно видеть стариканов, которые еще помнят, что такое ФИДО. И, наверное, даже пользовались им. Так вот, на самом деле принципиальных изменений не произошло. То есть, то, что касалось многоточечной, многонаправленной работы с информацией, оно раньше было в основном в системе ОБС, одна баба сказала. Так вот, люди друг друга хорошо знали. То есть, сейчас, допустим, большинство людей не знают даже соседей по лестничной площадке. А раньше знали всех, допустим, кто живет в подъезде. То есть, интернет-общение, оно, как бы расширив круг, несколько снизило глубину этого общения. То есть, люди все равно общаются примерно в то же самое время. Просто раньше они общались, допустим, сидя во дворе, забивая козла. Не, не в качестве животного. Спасибо Богу. Так вот. А сейчас они сидят в интернете и трепятся точно так же. Так вот, ясно, что возможности несколько в этом плане расширились. Коммутация расширилась людей. Ну, это ускорило обмен информацией. Но самых принципиальных изменений нет. То есть, раньше, даже во времена, допустим, Российской империи, да господи, во времена даже Древнего Египта, любая информация каким-то хитрым чудом умудрялась распространяться и опрости мнением, так сказать, окружающих. Если раньше обсуждение происходило в маленьких анклавах, то сейчас эта информация сразу раскидывается по множеству, ну, по полной территории, которая обладает, ну, наверное, тут единственный барьер, который возникает, он скорее языковый. Потому что одну и ту же вещь начинают обсуждать в России и во всех русскоговорящих странах и во всех точках мира, где есть русскоговорящие сообщества. Ну, это если приводим русский язык. Во времена Екатерины Великой, тоже, может быть, никто-нибудь не помнит, но у нее был муж, благодаря которому она стала российской императрицей. Сначала, скажем, о российском императоре. Этого мужа сначала лишили престола, а потом и удушили нафиг. Так вот. Но ситуация какая? Во-первых, это сделано было тайно, неофициально, правильно совершенно. Но почему-то на окраинах Российской империи, например, в Поволжье, на Рожжем Урале, знали о том, что было покушение на убийство Петра Третьего, что его убили, государя императора. И более того, потом, когда вылез человек, который сказал, что действительно, да, меня пытались убить, но я чудом спасся. Ну, это некто Емельян Пугачев. То там какое-то большое количество блогеров вокруг него столпилось. И два года лазило по стране. Так что с информацией тогда было, как отличия были, но они были не так, что принципиальные. А насчет анклавов. Сейчас просто это территориально расширилось. Но раньше зато твою точку зрения знали все соседи по двору, а сейчас... Все и никто. Да, сейчас они как раз-таки не знают. То есть просто само расслоение вот этих вот... Скажем так, анклавы стали определяться кругом общения, а не территориальностью. Так, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, соответственно, сообщаю, что помимо того, что мы сейчас живу, идет онлайн-трансляция параллельно нашей с вами дискуссии, поэтому также в чате поступают вопросы. Поэтому я предлагаю сейчас вам добавлять еще один вопрос. Девушка у нас занимала. Вот очень, пожалуйста. Ну, мы уступим, Даня. Ну, право. После девушки тогда мы несколько вопросов зададим без интернат-чата, а потом тогда продолжим наше уже живое общение. На одно столе могут присутствующие продумать как раз вопросы. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо за выбор интересной темы в дискуссии. Итак, мой вопрос. Алексей Константинович Пушков, небезызвестный ведущий программы «По скриптум», когда выступал с лекцией в нашем университете, в МГУ, сказал, что у каждой державы есть свой срок годности. И сказал, что США сейчас представляет собой булгаковскую осетрину второй свежести. Цитирую Пушкова. Итак, собственно, возвращаясь к историческим параллелям. Могли бы Вы сказать, что в США сейчас протекает неизбежный для каждой державы, стремящийся к мировой гегемонии, кризис лидерства? И могли бы Вы провести в данном случае параллели с Римской империей, Священной Римской, Византийской или Советским Союзом? Спасибо. Ну, сразу скажу, во-первых, Пушков – это человек, очень интересный в плане вещания, но, на мой взгляд, обладающий некоторым недостатком таких понятий, как совесть и честь. Он пропагандист в чистом виде, который умудрялся высказывать диаметрально противоположные точки зрения из экрана телевизора. То есть, чисто конъюнктурные по момент времени. Так вот, то, что касается кризис лидерства. Мне вообще не совсем понятен этот термин, что такое кризис лидерства. А насчет срока годности. Соединенные Штаты – это достаточно молодая держава, она возникла, сравнительно, недавно. Так вот, та же самая Византийская империя, она после основания города Рима исчезла через две тысячи лет, да? Другое дело, что государство эпидемиологически исчезало, снова возрождалось. Сейчас есть такой момент, как понятие «американская нация». При всех косяках, которые есть в этой нации, само понимание угрожено, что эта нация есть. Это страна, которая имеет достаточно мощную, хотя и с очень большими проблемами экономику, имеет очень большие ресурсы и очень выгодно расположена, то есть она хорошо защищена. Поэтому, что бы там сейчас в ближайшее время не происходило, ситуацию, что Соединенные Штаты рухнут и по ним пробегут толпы варваров, представить очень сложно. Толпы мексиканцев по ней бегают, но в основном, собственно, в поисках работы. То, что Соединенные Штаты из-за имеющихся проблем будут меняться, это неизбежно. Но объявлять, ну это как другой такой же пропагандист, как Пушков, Леонтьев, да? Он на протяжении уже десяти лет, каждый год предсказывает, что буквально через неделю-две, максимум через месяц, падет доллар, рухнет. Но пока мы смотрим, что рухнуло, это почему-то не доллар, блин, к сожалению. Это почему-то рубль упал, да? Вот десять лет ежегодного обрушения доллара мы наблюдаем. Вот у Пушкова у него то же самое. Так, ну что, давайте вопросы из чата, пожалуйста. Кто там наши зрители, интернет? Вопрос из интернета. Говорят, в том числе многие политики, Жириновский, например, что царская Россия достигла своего наивысшего могущества к 1916 году и готова была взять Берлин и Константинополь. Так ли это? Разумеется, нет. Наибольшего своего могущества Российская империя достигла вперед правления Екатерины Великой. Ну, за что она, собственно говоря, получила, ну, из-за чего, вернее, получила свое, собственно говоря, прозвище. Основы этого могущества были заложены Петром Великим. После этого, после Екатерины, Российская империя благополучно шла на спад. И с Константинополем, ну, то есть мы все больше отставали от ведущих держав мировых. А при Екатерине мы были одной из ведущих мировых держав. Так вот, и с Константинополем, ну, какая ситуация была? Взять мы его были готовы, но нам никто не готов был его отдавать. То есть, если бы он съест, то он съест, так кто же ему даст? То есть, вот такой вариант был. То есть, в планах Англии и Франции, и Соединенных Штатов не было отдавать Константинополем, Российской империи. Хорошо. Так как я всего лишь транслирую, я как бы не могу дать обратную связь. Как передадут. Насколько была важна помощь по Ленд-Лизу? Ну, как? Она была, безусловно, полезна для наших вооруженных сил. То есть, с ней воевать была проще, чем без нее. Но, в целом, по отношению к нашему военному производству, помощь по Ленд-Лизу составила 4%. То есть, решающего явно не было. И самое главное, к ней все-таки очень неприятно применять слово «помощь». Дело в том, что это была коллекционная война. То есть, воюет Германия со своими союзниками, странами оси, да? Против антигитлеровской коалиции, ведущими странами, которые являются, вот, Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания, да? Вот, например, когда была эта помощь по Ленд-Лизу, вот, например, в 43-м году у нас было больше 8 миллионов человек в вооруженных силах, из которых 6 миллионов человек находилось на фронте, непосредственно от воюя с Германией. А у наших союзников было, считаясь колонервными войсками, порядка 12 миллионов человек, то есть у Англии, Соединенные Штаты... Нет, пардон, это 8 миллионов Соединенных Штатов, 4,5 миллиона в Великобритании, а с колонервными войсками получалось порядка 16 миллионов, из которых на фронтах находилось порядка миллиона одного. Так вот, лучше бы они это оружие нам не слали, а лучше бы американские и английские солдаты с этим оружием воевали во Франции, открыв второй фронт в том году, как они обещали, на незначально. То есть в данном случае не они нам помогали поставками по Ленд-Лизу, а мы им помогали, сражаясь за них, с их оружием. То есть даже если бы 100% оружия у нас было поставлено из США и Великобритании, это все равно мы их вручали, а не они нас. Спасибо. Когда небольшая ремарка на правах, так сказать, организатора по поводу Ленд-Лиза, давайте не будем забывать, что закон о Ленд-Лизе был принят в Соединенных Штатах Америки, а помощь оказывала помимо США, Советскому Союзу, так же еще и Великобритания и Канада. А вот их помощь-то шла не в рамках Ленд-Лиза, а оплачивалась звонкой монетой. Из нашей казны. Так что вот этот факт тоже давайте не будем забывать. Нет, ну это много моментов есть. Дело в том, что у нас были еще и американские поставки, оплаченные золота. Здесь тоже оплаченные золота. И кроме того, у нас был еще так называемый обратный Ленд-Лиз, про который почему-то не говорят. То есть наши поставки, не только сырьяное вооружение, нашим союзникам. Ну и такой же факт, что часть техники, которую мы получили на полном Лизе, она была возвращена и к прежнему Казею. Тоже интересный момент. Это не только корабли, а Лизе просто были сданы Лизе. Следующий вопрос давайте с чата, что там в нашем интернете. У меня просто небольшой комментарий. Очень странно, что были такие масштабные мероприятия по, например, 70-летие Победы. Но вот эта вот информация, она до широких масс не доносится нашим государствам по какой-то причине. Разумеется. Даже понятно, по какой причине. А по какой? Можете озвучить. Ну, вообще-то у нас одним из основных элементов государственной идеологии нынешней, которая официально по Конституции нам не запрещена, является как раз-таки антисоветизм. То есть у нас активно идет борьба на два фронта. Не только с западными странами и так далее, которые сейчас афишируют, но и с советским прошлым. То есть отказ от советской символики. Кстати, вы когда последний раз слышали из государственных средств массовой информации во время празднования Дня Победы, во время отмечания Дня Победы, упоминание верховного командующего советскими войсками, которые одержали эту победу, и его портреты на Красной площади? Можно по Ленд-Лизу одну реплику вообще? Это не надо, вы не занимаемся. Очень интересный факт, я сам от него одурел. 96% авиационного бензина – это был американский ленд-лизовский бензин. Вот на чем летали наши сталинские соколы, чтобы вы знали. И это говорит о том, что все-таки что-то значил для нас Ленд-Лиз. И второе. СССР была единственной страной, которая за Ленд-Лиз заплатила. Всем остальным долг был прощен. И мы рассчитались за Ленд-Лиз только в конце 90-х годов. Уже при современной России. Вот только сейчас мы рассчитались за Ленд-Лиз. Вот что это было. Спасибо за комментарии, Игорь. Тоже приятно тебя видеть. Следующий вопрос. Проходят ли дебаты Коломенского куста? Наверное, лучше спросить у них. Я в их организацию не ввожу. Следующий. Знает ли Борис о Степане Сулакшине и о его проекте «Нравственного государства»? В этом проекте сочетаются элементы социалистические и капиталистические. Об этом конкретном проекте я не знаю. Но все элементы сочетания ежа и ужа порождают всегда одно и то же. Кстати, последний крупный проект о сочетании идей про не коммунистических, а социалистических и капиталистических был сформулирован Бенитом Уссалине, а затем с добавлением националистических идей, усовершенствованным Адольфом Гитлером. Еще два. Да, товарищ долго пытается что-то сказать, а его перебили интернетом. Предпоследний вопрос. Почему народ не интересуется политикой? Да, ну. По-моему, везде, где люди сидят, поехали в поезде или собралась какая-нибудь компания на каком-нибудь корпоративе, неизбежно разговоры постепенно скатываются в политику. Ну, здесь есть такой еще момент. Некоторые люди бравируют тем, что они не занимаются политикой, но они не могут никуда отойти от того факта, что политика в любом случае будет заниматься ими. Так вот, поэтому о наболевшем и так далее они говорят всегда, а политика сейчас становится все более наболевшей. Ну, мне кажется, что здесь основной вопрос был в том, что почему, ну, понятно, что... А, почему на выборы не ходить? Разговоры, да, на выборы не ходят. Не, на выборы ходить это не политика, это ритуал легитимации власти. Никакого отношения к политике выборы не имеют. Даже не на выборы не ходят, а по сравнению, например, с тем, сколько человек выходило в начале 90-х годов на улицы. А, так, а вы скажите, а вот, допустим, почти миллионные митинги КПРФ, которые были в середине 90-х годов, какой из них выхлоп получился? Походили, помахали флажками, подышали свежим воздухом, ну да. Полезно, нужно. Еще вопрос, последний. Последний вопрос, да. Какие были ошибки у Сталина в процессе строительства государства и в процессе строительства партии? Ну, я вот считаю, что у него наибольшей ошибкой оказалась, это процесс партийного строительства. То есть падение уровня идейной компетенции членов партии в среднем. То есть другое дело, что я не знаю, как эту ошибку избежать можно было, потому что у нас это произошло во время Великой Отечественной войны, когда хорошие, честные, но идейно безграмотные люди достаточно говорили на фронте, мол, считайте меня коммунистом. Их действительно записывали в партию, они с коммунистами, выходили победителями из боев, но потом, вот состав партии, у нас как, у нас большая часть членов партии во время Великой Отечественной войны, до военных, погибла, большая часть. Но при этом партия была к концу войны более многочисленная, чем в начале войны. То есть это были новые люди, которые не получили нормальной идейной подготовки, которые не проходили вот этот вот свой кандидатский срок, когда вот как раз идет реальная партийная учеба. И здесь, вот этот момент, он дал серьезную просадку, собственно говоря, именно он привел к Хрущеву и 20-му съезду партии. Понятно. Спасибо. Буквально еще минутку напомню, что вопросы еще можно писать, если кто-то стесняется подойти, их можно через Андрея на маршруте записать и передать им сюда в президент. У меня два маленьких вопроса. Вот мы говорим об исторических параллелях. К какому историческому периоду мы вот сейчас, вот сейчас, последний месяц, два, три соответствуем? Не обязательно это может быть русская история, это может быть зарубежная история. И второе. А вы вступили в российское военно-историческое общество, вы являетесь его членом? Потому что оно активно вас пропагандировало, эту встречу. Нет, я не вхожу в него. Хорошо. А более того, смотрел его ролики, честно говоря, производили печальное впечатление. То есть, маленькие такие, безумно коротенькие ролики, которые получались ни о чем. Хорошо. Так вот, но само то, что появляются такие общества в стране, это, конечно, радует. То есть, история перестает у нас, в отличие от 90-х годов, считаться лженаукой. Так вот, по поводу... Первый вопрос у вас. Ну, какому историческому периоду мы сейчас соответствуем? Ну, к сожалению, на мой взгляд... Русско-японская война. Нет, русская. Вот, на мой взгляд, кстати, примерно так же. То есть, здесь у нас... Не сильно картина... Ну, представление параллели отличается, и это пугает. Спасибо. Пожалуйста, Борис. Здравствуйте, Борис Витальевич. Я слежу за вашей деятельностью, за вашими роликами, и из них следует, что... Ну, вы говорите, что у нас олигархическое государство, и что вы... Ну, в принципе, не считаете, что это очень хорошо и правильно. И вот в разговорах на диване, в такой рубрике, вы говорили, что вас как бы спрашивали, что будет, если граждане будут защищать свои права, и вы сказали, что это неизбежно приведет к тому, что получите по шапке. И в то же время, ну, вы высказываете свои мысли, свои идеи. Скажите, не опасаетесь ли вы, и как людям внушить уверенность в том, что все-таки проявлять свою гражданскую позицию, это нужно и полезно. Ну, насчет разговоров на диване, там не типа рубрика и так далее. Я действительно просто сидел на диване и отвечал на вопросы, большую часть из которых видел впервые. Так вот, по поводу позиции. Понимаете, дело в том, что если не вести классовую борьбу, то есть не бороться за свои права трудящимся, да, то власть теряет берега, и этот как в анекдоте про лошадь, типа, а сегодня на диване еще поменьше, еще поменьше и так далее, да, оно же совсем было привыкло на ничего не есть, жалко, сдохло. Так вот, но лошадь она взбунтоваться технически не может, а люди имеют тенденцию, скажем так, выходить из повиновения в такой ситуации. Вот здесь есть какие моменты, если не будет обратной связи народа с правительством, правительство, мягко говоря, образеет и будет творить черт знает что, и это показывает мировой опыт. Обратная связь, это вот, допустим, те же самые трид-юнионы в Англии, которые и добивались тех самых прав, которые появлялись у тех же самых английских рабочих. Массовыми забастовками, стачками, эпизодически доходило до вооруженных восстаний. Ну, опять же, это историческая параллель. Казалось бы, благолепные помещики, благолепные крепостные, радующие, что живут под властью помещиков, ну, как Михалков рассуждает, да, а потом восстание Пугачева, почему-то после восстания Пугачева, когда его уже подавили, это восстание, принимается срочно закон, по которому запрещено продавать крепостных отдельно от семьи, и принимается закон, по которому приписанным рабочим на государственных заводах, вот где вот, как раз, крепостные рабочие работали. Их запрещено использовать, не платя им зарплату. То есть, вот, как вы думаете, это власть внезапно подобрела, потому что, типа, напилась, расслабилась, или всё-таки это обратная связь сработала? Так вот, а насчёт опасений? Ну, да, есть опасения, но дело в том, что, на самом деле, чем более энергично люди борются за свои права, чем более энергично отстаивают своё человеческое достоинство, тем они сильнее, потому что вот те, кто сидят наверху, это маленькая кучка, это несколько тысяч человек на страну, и у них несколько сотен тысяч прихлебателей, а под ними находится 140 миллионов человек, население, и каждый из этих 140 миллионов говорит, вот, про тех, кто наверху, что вот их много, а я один. Что я могу сделать? Беда. Борис Викторович, это понятно, но просто каждый раз, как бы, есть такое распространённое мнение, что, как бы, это всё блажь, ну, что этим заниматься не нужно, и почему-то... Так правильно, эту мысль и внушают. Дело в том, что один из методов борьбы с классовой борьбой всегда, с древнейших времён и до наших дней, это была такая вещь, как деполитизация населения, то есть устроение бурной политической активности, направленной в никуда, то есть чтобы люди выпустили пар, а потом думали, блин, ну, от нас же ничего не зависит. Ну, мы сейчас это наблюдаем, кстати, на Украине. Вот именно оно. То есть там устроили Майдан, объявили его с какого-то пьяного бдуна революцией, хотя он революцией не является, и вот сейчас там наступает опять очередной этап деполитизации населения, по крайней мере, ещё лет на 5-10. Спасибо. Ну, хотя там власть может постараться и очень срочно создать эволюционную ситуацию, тогда деполитизация будет гораздо короче. Спасибо. Так, следующий вопрос. Не совсем по теме. Ваше мнение о футурологии, как вообще дисциплине, и возможно ли какие-либо прогнозы, кратко или долгосрочные, насколько это объективно возможно вообще? А что Вы называете конкретно футурологией? Ну, есть многочисленные школы научные, как бы многочисленные клубы. Нет, определение. А, ну, я даже очень много, там очень большое определение, как бы. Нет, определение всегда достаточно короткое, может быть. Если Вы знаете, что такое футурология, Вы сможете сформулировать. Ну, возможность научного прогнозирования исторических событий, допустим. Ну, дело в том, что это к футурологии не имеет никакого отношения. Историческое прогнозирование событий, оно существовало всегда, без всякой футурологии. Извините, собственно говоря, серьезное изучение истории с этим и связано. Более того, я сам этим занимался не как футуролог, а как просто историк. При том же самом институте Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Как раз-таки, когда решались вопросы, связанные с политикой России по отношению к Северной Корее. Я там регулярно участвовал в конференциях, приглашался туда как эксперт как раз. И вы знаете, есть такая занятная тенденция, почему, собственно говоря, ко мне обращались и продолжают обращаться. Мои прогнозы, к сожалению, кстати, почему-то чаще всего сбываются. Лучше бы, кстати, нет. Потому что большинство из них не очень радостные. Молдеров, следующий, пожалуйста. Добрый вечер, Борис. Вопрос такой. Вот у нас в истории существует два подхода. Один цивилизационный, а другой формационный. Вот вопрос такой. Какой подход является более правильным и можно ли их совместить? Если можно, то каким образом? Ну, формационный подход, он просто, скажем так, большинство людей почему-то считают, что общественно-экономическая формация – это когда все живут вот так. На самом деле, в чистом виде, в рафинированном, исторически, ну, общественно-экономических формаций не существует. Там есть просто преобладающие элементы той или иной общественно-экономической формации. То есть, те же самые капиталисты были еще в Древнем мире, в эпоху рабовладения, да? А тех же самых рабов, например, в Римской империи было, дай Бог, 5% от населения в момент, когда она складывалась. То есть, там были районы, где было много рабов, а были и районы, где рабов практически не было. А большинство населения было свободное. То же самое касается феодализма. И, собственно, то же самое касается капитализма, при котором есть и внеэкономическое принуждение, правильно? И рабский труд. Но при этом сам формационный подход, он показывает, как складываются отношения, позволяя делать нормальные прогнозы в области развития социальных процессов. То есть, он практически полезен, формационный подход. Цивилизационный подход, он как бы приводит к тому, что вот мы констатируем то, что есть вот различные цивилизации. Ну, блин, само понятие цивилизации довольно странное, например, к какой цивилизации относятся Соединенные Штаты. Да, пес его знает. А не западная европейская цивилизация или нет? Ну, ближе к западу. А может быть, западная европейская цивилизация является, так сказать, вот такой, как сейчас, под давлением Соединенных Штатов. То есть, но этот подход, он построен в большей мере на то, что вот констатирует, как бы, различия между различными обществами. К нему прицепляются всякие бредни типа восточного образа производства и так далее. И в итоге констатируется, блин, вот у нас цивилизации разные, поэтому мы разные, и вот отсюда все проблемы. Прогнозировать ничего не позволяет. И зачем он нужен, мне, честно говоря, непонятно. То есть, я цивилизационный подход воспринимаю тоже, как зарядку для ума. Понятно, спасибо. Спасибо, еще вопросы. Здравствуйте, Борис Витальевич. Спасибо большое за Ваш труд. Вот у меня такой вопрос, может быть, не совсем по теме. Слышали бы Вы что-либо о такой структуре, как военно-промышленный комитет? Раньше он был организован как военно-промышленная комиссия в 1939 году и вроде бы возглавлял его Каганович. Потом он в 1941 году, вроде бы, опять же, по непроверенным данным, был реорганизован военно-промышленный комитет и возглавил его Берия. И что эта структура была даже выше, чем госплан. И именно вот благодаря этой структуре, возглавляемой Берией, удалось эвакуировать нашу промышленность на восток. И просто потому что Берия убили... ...планированием всей экономики. Но он не определял развитие экономики. То есть ему ставились задачи, а он эти задачи решал. Так вот, но использовать, допустим, довольно компактный поясному составу комитет для того же, чтобы спланировать эвакуацию промышленности невозможно. Он просто не сможет при том уровне развития техники обработать такое количество информации. То есть здесь работали как раз плановые органы. А то, что выше-ниже, они не выше-ниже. У них разные задачи. Почему? То есть большое количество самых разных организаций, они, скажем так, определили по сути общий запрос к планированию экономики в стране. А Госплан занимался планированием среднесрочным, это пятилетние планы, и долгосрочным, это пятнадцатилетние планы. Которые, к сожалению, после Великой Отечественной войны отошли. Так вот. И они в соответствии с имеющимися запросами планировали, собственно говоря, дальнейшее развитие экономики. То есть что нужно сделать, чтобы достичь таких-то и таких-то целей, которые сами цели ставил не Госплан. Понятно, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Добрый день. У меня два вопроса. Первый вопрос – это, как Вы считаете, какие политические силы, ну, может быть, партии, способны к значительному преобразованию в стране? Ну, то есть, хотелось бы услышать Ваше мнение по видам таких организаций и, в принципе, где они должны находиться, чтобы что-то сделать. А нет таких организаций. Дело в том, что общество преобразуется силами самого общества, то есть народа. То есть какие мысли являются господствующими в народе, так они и проявляют к изменению общества. А партии, они всего лишь, ну, как вот, то, что является партией сейчас, вот в нынешнем понимании, тут в парламентской буржуазии и лоббистской, это всего лишь обслуживание определенных категорий граждан в системе представительской власти. То есть где вот сидят партии и лоббируют интересы какой-то своей группы. То есть у них есть электорат, якобы интересы которого они лоббируют, и есть реальная группа, интересы которой они лоббируют. Ни одна из этих партий ничего сделать в принципе в плане преобразования общества не может, у нее таких задачей нет. Это лоббистские партии, в том числе и КПРФ, и Единая Россия, они все в этом плане одинаковые. То есть такие значительные преобразования, которые вот, например, произошли в 2017 году, это более-менее спонтанные организации были? Ну, вы понимаете, вот допустим, партия, которая свергала власть временного правительства, она сложилась буквально за короткое время, за считанные недели, из левых фракций трех партий. Даже не трех партий, а двух партий политической силы. Двух партий – это левое крыло эсеров, левое крыло партии РСРДРП и часть анархистов. Это вот анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты. Вот они под запрос, по сути, общественный, то есть убрать временное правительство и передать всю власть Советам, они, собственно говоря, и сформировали единую партию, единый фронт, который свергвременное правительство. А так, накануне, например, февральской революции в Российской империи с населением 180 миллионов человек, партия большевиков насчитывала меньше 30 тысяч членов. Спасибо. И второй вопрос. Возможно ли при капиталистической системе воспитать коммуниста или это нужно, опять же, воспитывать такого человека только из социалистической системы? Ну как? Воспитываются и воспитывались, более того, люди с коммунистическим мировоззрением воспитывались и в феодальном обществе, и в рабовладельческом. Дело в том, что коммунистическое мировоззрение для человека на самом деле достаточно естественное. Вот, кстати, капиталистическое, где инструмент, которым являются деньги, неожиданно оказывается целью, притом важной жизненной целью, вот это противоестественно. Или то, что, допустим, какой-то человек имеет, ну, допустим, система РЖД работает, да, перевозит людей и так далее, но при этом проводник получает 12 тысяч рублей в месяц, а глава РЖД Якунин, который, кстати, управленец никакой, потому что РЖД все время получает государственную дотацию, то есть оно убыточно, так вот, получает, ну, или получал, сейчас на отставку ушел, так вот, получал миллион 600 тысяч рублей в день. Вот это в головах у людей, как что-то естественное, обычно не укладывается, поэтому такая информация обычно скрывается, а в крупных компаниях даже действуют обычно правила, как государственных, так и не государственных, а конфиденциальности заработной платы. — Это еще маленькая просьба по поводу воспитания. В своих выступлениях Вы неоднократно вспоминали про учебники логики и философии 50-х годов, которые были выпущены. — Они были подготовлены. Выпущен был учебник логики, но в школы он не поступил, а учебник философии, по-моему, даже и, ну, как, и не был в достаточном тержоне напечатан. — То есть восстановить или вспомнить авторов, или найти учебник так? — Нет, учебник логики находится легко, я не помню авторов. — Нет, учебник логики я нашел, это винограды 50-х годов. — А философии не получится, но дело в том, что, а зачем Вам тогда именно его брать, этот учебник философии? — Интересно, что там было написано. — Почитайте первоисточники. — Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. — Здравствуйте, Борис. Вопрос такой. Есть такое наблюдение у меня, что в 20 веке все левые революции, они происходили либо в обществах, либо в феодальном обществе, либо в обществах, ну, где происходило освобождение от колониализма. Вот, то есть людям не нравилась та ситуация, где есть неравенство и нет социальных лифтов. То есть они выбирали ситуацию, где неравенства нет, социальные лифты есть. Вернее, где есть феодальное общество, где есть неравенство и нет социальных лифтов, выбирали общество, где нет неравенства, социальные лифты есть. А вот если взять какое-нибудь общество, где капитализм развитой, то есть там есть неравенство и вроде как есть социальные лифты, то там как-то перехода к каким-то левым вещам особо не наблюдается. И наоборот, даже там, где были левые революции, со временем потихоньку вот эти государства дрейфуют направо, как правило. То есть можно ли говорить, что ситуация, где есть неравенство, ну при этом и социальный лифт, является для человека более естественной? И что с этим делать? — Ну, давайте сначала вспомним, а в какой стране произошла первая революция под коммунистическими идеями? Она проиграла. Но в какой стране первая крупная революция такая была? — Ну, если брать 20 век, или раньше это было? — Да раньше, конечно. В 20-м она победила. В 19 веке. Парижская коммуна, которую я уже упоминал. Франция — это, наверное, отсталая и страна без социальных лифтов и со слабым развитием капитализма, да? — Дело в том, что просто в наиболее развитых странах они имеют привилегированное положение в мире, то есть могут грабить других. И за счет этого они снижают социальную напряженность у себя в обществе, обеспечивая ренту своим трудящимся. Вот как раз с этого ограбления. То есть там просто гораздо более высокий уровень жизни трудящихся, но как только страх у власти исчезает, то есть он пропадает, сразу угнетение начинает возрастать. И правительство решительно приближается к революционной ситуации. Например, во Франции тот же самый, где был самый короткий в мире рабочий день, то есть там была 35-часовая рабочая неделя. Так вот, там вроде бы такое благо было. Вот только рухнул социалистический лагерь, да? Только-только рухнул. И сразу правительство Жака Ширака первое, что сделало во Франции, это подняло пенсионный возраст. Сразу, по-моему, лет на 5 или на 6, да? Вот скоро они и других достижений добьются, а потом свежепонаехавшие работяги из бывших французских колоний, которые уже сейчас составляют больше третий населения Франции, да, устроят им очередную Парижскую коммуну. Но просто по факту, если живется более-менее неплохо, то неравенство людей не устраивает. Дело в том, что более-менее неплохо можно жить только очень короткое время. Дело в том, что неравенство, если его вот как раз классовой борьбой не ограничивать, не отбрасывать назад, не добываться каких-то прав и свобод, а это только борьбой достигается. Так вот, если этого не делать, то неравенство сразу начинает нарастать. Оно сейчас растет в Соединенных Штатах, оно растет во Франции, в Англии. Так вот, ну, оно возрастает. Просто по факту эксплуатация человека человеком не является чем-то противоестественным для большинства. Это ведь так. Вы знаете, в каком смысле? Если ты эксплуатируешь, вроде не является. И дело в том, что эксплуатируют, это большинство. Дело в том, что эксплуатируют, это большинство как раз. При капитализме есть в теории. То есть, в теории есть эксплуататоры, а большинство эксплуатируемые. А в теории есть социальные лифты, считается, и есть возможность вывести наверх. И всех это устраивает. Такая ситуация. Дело в том, что в это верят, в такие сказки. Но потом эта вера начинает почему-то ослабевать. Например, сейчас в Штатах гораздо меньше людей верят реально в то, что любой гражданин Соединенных Штатов может стать президентом Соединенных Штатов. То есть, левые идеи все-таки работают потихоньку. Я же говорю, это обеспечивает капиталисты. Это правое обеспечивает то, чтобы левые идеи работали. Если бы слова о том, что есть социальная ответственность бизнеса, о том, что капиталисты думают о своих трудящихся и, так сказать, обеспечивают их рабочими местами. Если бы это было хоть на секунду правдой, то, в общем-то, левые идеи были бы и не нужны. Но ведь это же не правда. Спасибо. Следующий вопрос, Константин Борисович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вопрос такой, Кулеш, заговорили о революциях. Великая Октябрьская социалистическая революция – это Майдан 1917 года с кровавым месивом, военным коммунизмом и гражданской войной? Или все-таки это некая мобилизация русского народа, которая привела от лапотной России к России с ядерной дубиной и космосом? Вопрос такой. Вы только что пришли? Нет, не только что. Я просто не только что говорил про Майдан, буквально минут 5-10 назад. И там как раз говорил, что Майдан революцией не является. Поэтому Октябрьская революция, так как она была революцией, она не может быть Майданом. Логично? Логично. Так вот, она привела к социальным преобразованиям в обществе. А типа удалось чего-то достичь или нет, но Российская империя была уже достаточно отсталым государством и все больше отставала от ведущих стран. А Советский Союз стал одной из двух имеющихся в мире сверхдержав, и при этом все остальные там вообще находились где-то по отношению к США и Советскому Союзу на задворках. И еще эта сверхдержава, к тому же, первая вышла в космос. Вот тогда я не понимаю, если вы это знаете, о чем вопрос. Вопрос о том, для чего в результате, например, Великой Октябрьской социалистической революции было вырезано элита крестьянства, раскулачено. Элита крестьянства, я вот не знаю. А как она была вырезана во время Октябрьской революции или после нее элита крестьянства? Кто такие элиты крестьянства? Те самые, которые коммунисты называли кулаками. Кулаки, вот кулаков попало под раскулачивание. Порядка 400 тысяч семей. Семей, не человек, да? В Советском Союзе в это время было порядка 500 тысяч населенных пунктов. То есть элиты попало меньше, чем по одному кулаку на один населенный пункт. Правильно? Так вот, при этом их вырезали каким образом? Давайте я вам напомню историю одной вырезанной семьи кулаков. Просто ее под нож пустили. Она описана была в автобиографии Ельцина, которую якобы сам Ельцин и писал. Там было написано, что его отец был раскулачен. И так как его вырезали, то его потом некроманты подняли и поставили бригадиром в Свердловске на заводе. И там был порожден уже сам Ельцин. Так вот. То есть явно вырезанный папаша, покрытый опарышами и ходящий с синюшными пятнами, как в зомби-фильме, вот он порождал Ельцина. Так? Вы о чем вообще говорите? Если вы собираетесь говорить о либеральных бреднях времен перестройки, ну, я могу только сказать, что это либеральные бредни. Я говорю, вот Ельцин стал в итоге... А, кстати, еще все потомки и дальние родственники Кулаков были страшно поражены в правах, их тоже ничего не могли добиться. Поэтому Ельцин, как потомок Кулака, стал секретарем Свердловского горкового партии, да? Угу. Вот. Это тоже страшная репрессия. Блин, меня бы кто так наказал, а? Он президентом Российской Федерации. Так что вот с вопросами тут получается немножко странно. Спасибо. Так, пожалуйста, тогда еще вот один вопрос, и мы снова поступили в вопрос из чата, и тогда после вас заслушаем уже новую... Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос не по теме. Вот расскажите, пожалуйста, про левое движение в Афганистане, когда мы туда входили, да? На кого мы там опирались, чего, какие цели они преследовали, и что осталось вот на сегодняшний день? И, если не сложно, второй вопрос про левые движения Латинской Америки, в частности, про Колумбию. И последний такой вопрос. Почему вы одобрили вот этот плакат на сегодняшний день? На первые два вопроса. Каждый из этих вопросов, он достаточно глобален и большой. По Афганистану мы собираемся подготовить с Дмитрием Пучковым материал, который, скорее всего, он будет начитывать. Но я там по нему уже несколько глав сбросил. Я думаю, вы понимаете, что сколько-нибудь внятно ответить на эти вопросы даже за час не получится, правильно? Так вот, насчет третьего вопроса, плакат, ну как? Я его не одобрил. Я сказал, ну, бог с ним, пускай будет такой, чтобы отвязались. Я спать. То есть, там не было одобрения плакатов, у меня не было даже выбора из плакатов. Нет, просто там было написано, что... Давайте я сейчас попалю вон того человека, мерзкого, пожалуюсь на жизнь. Они хотели еще, чтобы я записал ролик, где приглашаю людей на эту встречу. Я сказал, что не буду. Спасибо. Пожалуйста, вопрос от наших зрителей. Да, и мы согласились, что не надо. Но с трудом. С трудом, да, поговорили. Долго буду смахиваться. А по плакату, да, это, наверное, я виноват. Я написал, что Борис Витальевич согласился. Он сказал, что неплохо. Нет, я сказал, что пойдет. Пойдет, да, пойдет. Потому что... Пойдет, значит, согласился, правильно? Вот, да, такие вопросы. Борис Витальевич, скажите, пожалуйста, можно ли сегодня доверять архивам? Вот, потому что и та история с Катынью, которая происходит сейчас, всплыла неоднократно. И все эти горящие библиотеки и подлоги документов, которые всплывают и всплывают. Стоит ли доверять архивам? Ну, во-первых, какой момент. Архивы никому ничего не говорят, поэтому доверять им или не доверять, это немножко странно. В архивах можно работать. Так вот, доверять или не доверять можно какому-то конкретному документу. Но дело в том, что большая часть архивов, ну и сразу видно, что кто-то задал этот вопрос, архив даже в телевизоре не видел. То есть, архив это не то, что ты вот куда-то заходишь, там такая дверка, надпись архив, заходишь, и там лежат гримуары с истиной. Это крайне нудный момент. Отлоруешься в картотеке, выбираешь, что тебе нужно. При этом оглавления там толкового в архивах нету и быть не может. Там есть фонды. В этих фондах есть опись и так далее. То есть, страницы. Работать с этим крайне нудно и паршиво. Поэтому я в архивах, например, работать страшно не люблю. И часто даже пользуюсь помощью людей, своих друзей, профессиональных историков, которые работают в архивах, то есть, им помогают какие-нибудь там с аналитикой и так далее, они за меня смотрят документы. Потому что, допустим, когда я ездил в РГА в МФ, нужно было найти материалы по... Ну вот, кстати, Игорь знает. Так вот, по крейсеру «Громобой». Он просто книгу издавал «Потомки последних корсаров». Вот, для того, чтобы найти документы по судовому журналу, там пришлось проторчать три месяца. Ради нескольких бумажек. Потому что приходишь, оформляешь заявку, потом на следующий день приходишь, получаешь, и видишь, что ты получил, в общем-то, не то, что тебе нужно. Но при этом там есть отсылки к другим документам и так далее. И ты вот так вот копаешься там и ищешь. То есть, это крайне нудная, долгая работа. Поэтому, когда ты приходишь, у тебя нет вопроса, доверять или нет. А вот документам, которые под названием архивных, вбрасываются, вот типа, допустим, как материалы по Катыни, которые, по сути, были вброшены во время перестройки группой Волкогонова. Вот здесь уже другой вопрос. Но эти документы человек видит не в архиве и получает не в архиве. Ему просто показывают, говорят, вот смотрите, вот видите, вот эта вот бумажка, вот здесь написано, что вы дурак, а на самом деле она из архива. И это написано было Иваном Грозным. То, что вы конкретно дурак. Так вот, там с такими документами нужно работать иначе. То есть, вы смотрите, что там написано и так далее. Начинаете анализировать уже не как архивный документ, а как просто бумагу, которую вам предлагают читать архивным документом. И вот, допустим, смотрим записку Шелепина. Вот, пример. Якобы документ, который был опубликован Росархивом на своем сайте. Ну, они там специально сделали этот вброс, опубликовали эти документы. Они любят всякую фигню публиковать. Но при этом не все, почему-то не массивы документов, а вот, типа, вот именно это. Так вот. И там в этой записке, ну, мало того, что главе государства пишет один из руководителей государства записку на листочке в клеточку. Каллиграфическим почерком, которым обычно подписывают чертежи. Кто занимался черчением в советские годы и сразу постсоветский, думаю, это помнит. Вот тут более старшее поколение. Как заставляли писать? Вот там таким почерком написана вся записка. То есть, это как называется вот у бандитов, типа того, как вставить подпись. То есть, очень просто крестик по линейке без нажима на авторучку, чтобы никто не докопаться мог, так сказать, кто это написал. И в этой записке упоминается, что по распоряжению ЦК КПСС в 1940 году, то есть, организации, которая в 1940 году не существовала, да, принято решение, было расстреляно столько-то и столько-то поляков. То есть, не существующая в 1940 году организация указана. То есть, такую ошибку, когда только, ну, сразу почти после того, как ВКПБ в КПСС было переименовано, допустить было невозможно. Представить обратную ошибку, но не в эту сторону. Так вот, ну, там самое интересное еще оформление документа. Подпись идет в явно оскорбительном фоне. Это вот как вытирание ног, а начальника типа того, какой-то дебил. Это идет полное упоминание всех регалий и званий самого Шлепина. Вот такой-то, такой-то, т-т-т-т-т-т. Вот. Ну, всем медальками попринчал, да? А кому? А Никите Хрущеву. То есть, там не указаны ни должности, ни звания, ничего. Какому-то Никите Хрущеву, там, Харину с бугра, отважной личности, каллиграфическим почерком, дебильная записка. И нас это заставляет считать документы, мы говорим, ну, там же доказано. Вот же документы из архива. И остальные документы там примерно такого же порядка. То есть, они не настолько кривые, но видно, что часть из них является банальной вот этой, как вот, сшивкой из нескольких документов. Ну, там много всяких косяков. И при этом по всему Катынскому делу упоминается про огромную кучу документов. Их существует пять. Или, по-моему, или пять, или семь. Много. Ну, на сайте Росархива, в принципе, можно посмотреть. Их там несколько штук, этих документов. По-моему, пять было, два потом дополнили еще. Так вот. И больше документов не появляется. Нет документов никаких, связанных с бухгалтерией, с логистикой. То есть, ну, расход патронов, кто за это отвечал, кормление этих поляков, когда их расстреливали. Допустим, откуда направлялись расстрельные команды, чтобы столько народу перебить. То есть, ничего этого нет вообще. Упоминалось, что было около двух тысяч документов, которые переданы были польской стороне, но польская сторона их потеряла. Вот. Вот это как раз уже момент, где сразу видно, что доверять не надо. Но это доверять не нужно не архивам. Это не доверять нужно тем, кто на них пытается так ссылаться. У меня вот вопрос о продолжении. Все-таки в архивах могут находиться спальсифицированные документы? Ну, извините, но никто не будет фальсифицировать документ, чтобы положить его в архив, и там кто-нибудь лет через 10 найдет. Нет. Документы фальсифицированные, их сразу же вводят в оборот. Поэтому, если еще документ не введен в оборот, то это значит, он, мягко говоря, до сих пор был никому не нужен. И раз он никому не нужен, значит, никто не будет заниматься его фальсификацией. А зачем? Это же силы, время, часто деньги. Вот находит такая именно байка, это или не байка, что якобы в конце 80-х годов под патронажем Александра Яковлева была организована группа людей, которые занимались фальсификацией исторической... Ну, я говорю, самый известный из них это Валкогонов. То есть Эргаров? Ну, это факт. У нас же есть много сейчас фальсифицированных документов. У нас есть, допустим, указания от Ленина под номером 666 о зверском убиении Попов. При этом, хотя таких выходных документов очень много, ну, получается, много по номеру, да? На самом деле это единственное указание, которое есть под названием указание. То есть документ один, но номер у него трехзначный. Ни до него, ни после него ни одного документа с такой шапкой нет. То есть вот, да, такие есть документы. Пожалуйста, следующий вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, почему сегодня так популярна теория заговора, вот теория мировой закулисы? Ведь многие историки, такие как Фурсов, Стариков, паразитируют на этой, скажем так, теории. Ну, потому что она очень приятная. Она позволяет не изучать историю. Мы знаем, какая конкретно сволочь придумала хитрый заговор, и всем все обосрала. Извините за мой французский. То есть это вот как... Ну, давайте вот просто разберем момент на примере Старикова. Вот теория заговора. У него всем гадила англичанка, все устроили англичане, английские спецслужбы устроили революции, английские службы убили того-то, того-то, того-то. Все в мире идет под контролем английских спецслужб. Это ужасно, да? Так вот, там есть трезвые мысли какого плана? Да, действительно, англичане всем гадили. То есть вот британская империя этим занималась. Вопрос. А спецслужбы вообще всех государств? Российская империя. Вот Россия, она Англии не гадила? Гадила. А Германия Англии гадила? Гадила. А Испания Англии гадила? Гадила. А Англия гадила им. Другое дело, что Англия делает это чуть-чуть более эффективно, в силу того, что у нее было больше возможностей. Больше денег, больше силы, больше влияния. Вот как сейчас Соединенные Штаты гадят, собственно говоря, всем в силу своего влияния и мощи. А если Парагвай решит кому-то нагадить, у него это будет выглядеть очень неубедительно. Так вот. Но пытаться объяснить происходящие исторические процессы тем, что англичанка гадит, это, извините, на грани идиотии. Но при этом построить саму конспирологическую теорию можно. И человек, который далек от истории, ему просто с этой теорией гораздо проще ориентироваться. Это вот ровно то же самое, как, допустим, уберете Октябрьскую революцию личной ненавистью Ленина к царю и желанию отомстить. А как за брата отомстил? То есть, ну вот, это то же самое. Тоже конспирологическая теория, только в виде анекдота. Если в 1917 году был класс пролетариат, который противоставлялся буржуазии, то какой класс можно противоставлять буржуазии сегодня? Пролетариат. Тогда следующий исходит из этого вопроса, кого считать пролетарием сегодня? Дело в том, что вот есть такая теория марксизма, она является научной, это реально строгая научная теория. Там есть система классификации, в которой, собственно говоря, классы определяются по классифицирующим признакам. Вот если человек, допустим, владеет средствами производства, и для получения прибыли эксплуатирует на них других людей, он капиталист. То есть, допустим, Абрамович капиталист, или владелец какого-нибудь, не знаю, Останкинского молочного завода, он капиталист. А пролетарий – это тот человек, который средствами производства своими не владеет и продает свой труд, то есть работает на кого-то за зареплату. Так вот, это пролетарий. Вот и все. Так как у нас подавляющее большинство людей работает на какого-то капиталиста за денежку, за зарплату, да, то это означает, что у нас большинство людей пролетария. Это вот в Российской империи пролетариев было мало, а сейчас их большинство. Понятно. Госслужащие, они и есть служащие. У них даже раньше, чтобы, ну, когда не было еще желания вводить людей в заблуждение, денежное удовольствие называлось не зарплата, а жалование. То есть, они работают не на капиталиста, вот в чем дело. Поэтому они отличаются. Ну, правда, положение их от положения остальных трудящихся очень сильно зависит, потому что общее, что будут получать, что трудящие, трудящиеся, ну, что пролетарии, что служащие, оно определяется, так сказать, общей картиной на рынке труда. А если какая-то монополия, который лежит в государство РЖД, например? Это просто госкапитализм. В данном случае капиталистом выступает государство. Дело в том, что как? Вот есть, допустим, государственные институты. Те, кто работают в этих государственных институтах, они служащие и получают жалования. А те, кто работают в госкорпорациях, они наемные работники, они пролетарии, получают зарплату. То есть, те, кто работают в РЖД, это пролетарии. Те, кто работают в МВД, это служащие. — Еще один вопрос. Почему, как вам кажется, коммунистическое движение сегодня остается раздробленным? Может быть, необходим период марксистских кружков, чтобы снова создать единую коммунистическую партию? — А где, когда коммунистическое движение было единым? Дело в том, что здесь играет роль, на самом деле, ключевую идея. Не партии, не лидеры этих партий, а сама идея. То есть, если люди понимают, что нужно жить вот так и не так, то партии, которые сумеют этот процесс направить, они найдутся. Даже если сами партии достаточно малочисленные. — Если люди так не считают, то какую партию не создавай, толку от нее будет нуль. И поэтому вот раздроблено, не раздроблено, да какая разница? Те же самые коммунисты и даже марксисты в Российской империи, они тоже были всегда раздроблены. То есть, там всегда была оппозиция, всегда были различные уклоны. Вопрос, куда массы идут. Вот тот, кто правильно понял, что нужно массам и куда они идут, и правильно отправляет их движение, он тебе побеждают. — Спасибо. — Все, вопросов с чата больше нет? Сидит еще товарищ. — А, ну понятно. Ну, пока все. Давайте тогда дальше из зала. — Здравствуйте. — Я вот слушала Ваше выступление с Оркиным. Вы там рассказывали по поводу Троцкого. Но я, честно говоря, очень ждала, когда будет ответ, в чем же разница между теориями Троцкого и Ленина. И вот основная-то разница, то, что там какая-то мировая революция, это вроде как понятно. — Нет, это не было разницей. — Да? Ну, тогда у меня вот именно основной вопрос. Это разница между теорией Троцкого и теорией марксизма-ленинизма, которая у нас преобладает в стране. Дело в том, что мировая революция, она была, в принципе, как неизбежное требование победы коммунизма. Ну, без него просто нормальная победа коммунизма не получится, капиталисты задушатся, как, в общем-то, история показывает. Оно было пониманием у всех коммунистов и у ленинцев, у у троцкистов. Перманентная революция по Троцкому, она немножко о другом. Она о том, что строить коммунистическое государство в нашей стране бессмысленно, потому что у нас даже нормального капитализма нет. И поэтому нужно использовать вот тот революционный запад, который здесь есть, чтобы устроить революцию в других странах. Мол, здесь это так, все равно ничего не получится, поэтому это просто дрова. А главное, чтобы революция произошла в Западной Европе. Так вот, вот в этом как раз-таки различие было в плане взглядов на мировую революцию. То есть взгляд Троцкому мне, честно говоря, откровенно не нравится. Так вот, а второй момент принципиальный. Дело в том, что у ленинцев считалось, что основной силой преобразующей общество является само общество, люди. И поэтому коммунисты должны работать с массами, то есть просвещать их, объяснять, показывать им важность идей, а саму революцию делает народ. И дальше новое общество строит народ. А по Троцкому революцию делают и строят новое общество революционеры, которые дальше гонят народ к счастью. То есть теория Троцкого, она элитарная. Она построена на том, что вот есть какие-то революционеры, которые принесут счастье народу. Ну, может быть, я здесь выступлю как апология Троцкого, не знаю. Я просто реально вот сколько думаю, смотрю ваши опросы у Гоблина и комментарии, которые пишут. Ведь в основном вопросы, которые задают, это, хоть вы и отвечаете, что коммунизм – это основное состояние человека и очень ему присуще, как вот вы говорите, да. Ну, с этим сложно согласиться, ведь перед нашими глазами пришлось сюда сколько человек, да. При этом основная масса-то лишь бы полежать на диване. То есть чтобы человек куда-то двигался, его надо каким-то образом подпинывать и каким-то образом стимулировать, да, получается. И, значит, тут, соответственно, просто у меня на самом деле вот второй вопрос. Это вот получается, что вот если вот так рассуждать, что коммунизм – это реально получается утопия, да, потому что на данный момент теории есть экономические, политические, социальные устройства. Но я, например, совершенно на коммунистических ресурсах не нахожу того, какой именно человек, как он должен воспитываться и куда он должен стремиться. Понимаете, дело в том, что это как раз проблема своеобразного клипового мышления, которое сейчас внушается людям. Оно мешает понимать непростые очевидные вещи, потому что они закрыты более сложными и надуманными. Попробую объяснить свою мысль. Слово «коммунизм», оно от какого слова происходит? «Коммуна». «Коммуна» – это сообщество людей. А вы сейчас все возражения по коммунизму проговорили для индивидуалиста. Да. То есть оно никакого отношения к коммунизму не имеет. Все эти возражения. Так вот, но при этом такая ошибка, которую вы допустили, ее допускает 9 десятых людей. Почему? Потому что они рассматривают само коммунистическое общество с точки зрения индивидуума, с точки зрения отдельной личности, индивидуализма. А это не коммунистическая, это либеральная теория. Вот в либеральной теории, где каждый человек самостоятельный юнит полностью, абсолютно самодостаточный и независимый, там действительно либерал-птица гордая, мне уж не полетит. А в обществе как раз-таки, ну, кстати, здесь могут поднять руку те, кто проходили срочную службу в армии. О! У кого-нибудь из тех, кто проходил срочную службу в армии, есть вопрос, как в коллективе обеспечить, чтобы члены коллектива работали на благо коллектива? Нет, я просто говорю, у кого-нибудь есть вопрос, что вот коллектив не способен заставить членов коллектива работать на благо коллектива? — То есть ни у кого. Почему-то сомнений, кто в такие срочные условия проходил, нет? — У меня тоже нет этого сомнения. Но ведь я же опять же говорю о том, что хорошо, ведь когда прошла революция, то есть если вот говорить именно по развитию человека как личности, когда произошла революция, там реально люди понимали, что это действительно необходимо и реально строили и так далее, и так далее. Потом война, может быть усталость, может быть еще что-то. И вдруг вырастает поколение, даже вот старые большевики, вот они смотрели, ой, как опекают маленького ребенка, да, там не туда его своди, и дети как бы уже много чего требуют. И вот о чем, понимаете? — Как это как раз-таки шло после, ну вот со времен Хрущева у нас насаждалась меркантилизация в обществе, вот эта вот идея коммунизма в отдельно взятой квартире, личного успеха и благосостояния, она по сути стала насаждаться в противовес коммунистической идее. Коммунистическая идея не… — Не спорю, да, не спорю о своем случае. — Дело в том, что при коммунизме воспитывается ведь не только человек, там воспитывается все общество, коллектив, коммуна. — Да, вот как раз вот этого механизма воспитания общества и коммуны я, например, вот не нахожу. Может быть, тогда посоветуй? — Да, один из вариантов достаточно неплохой описан у Макаренко. Другой описан в Республике Шкит. Ну там же все это есть уже. Другое дело, что единственное, что нельзя отрывать воспитание человека от воспитания коллектива, общества. Человек всегда член общества. — Есть практика, но нету теории. Я вот о чем говорю. — Почему? Есть теория. — Какая? — Просто я говорю, ее перестали применять. — Ее перестали применять? Ну нет, подождите. — Ну она же есть. — Какая? — Ну я же говорю, она описана, беру, Макаренко. Теория воспитания человека. — Того же Макаренко перестали, как бы, в принципе, как теорию использовать еще и довоенное время, насколько я помню. Его же отстранили от работы в детском доме. — В детском доме, да, потому что ему теория, на самом деле, больше подходит для более взрослых людей. Но она подходит. — Я не спорю. Ну ладно, все, я поняла. Спасибо большое. — Борис Витальевич, хотелось бы задать такой вопрос. Я из Ваших слов понял так, что Вы более чем оптимистично смотрите на способность низовых народных масс своими силами сформировать классовое сознание и сформировав его, совершить революцию. — Между тем, не только нелюбимый Вами Троцкий, но и Владимир Ильич Ленин, в общем-то, не питал никаких иллюзий относительно возможности стихийного формирования классового сознания. — Я даже позволю себе зачитать небольшие проблемы. — Не надо читать. Не надо читать. — Простите. — Это просто будет лишнее съедание времени. — Хорошо. — Я знаю, что говорит Ленин по этому поводу. Дело в том, что Вы немного путаете два понятия. — Стихийно и, так сказать, народ сам — это не одно и то же. То есть нужно создавать организации людям для того, чтобы изучать теорию, продвигать ее в массы. Это необходимо делать. То есть это не произойдет стихийно. Это должно происходить именно, так сказать, волей людей организованно. Но это все равно делает народ. — Что классовое сознание без участия интеллигенции останавливается на трейдинге низкому тарифу. — А интеллигенция — это кто? Это тоже часть народа. Это просто образованные люди из народа, да? Сейчас, кстати, большая часть пролетариата имеет достаточно высокий уровень образования, чтобы отдельной интеллигенции не требовалось. Дело в том, что в Российской империи большая часть народа, извините, читать не умела. — В данном фрагменте Ленин определяет интеллигенцию как образованные представители имущих классов, которые вырабатывали те или иные философские исторические и экономические теории, которые потом... — Вопрос упирался в образовании. Большая часть пролетариата и большая часть крестьянства в Российской империи были необразованными. Сейчас картина в этом плане сильно изменилась. Вот вы у нас относитесь к имущим классам? — Я бы не сказал. — А при этом начитанный, Ленина мне цитируете, да? Какой-нибудь крестьянин из среднерусской деревеньки, ну, средней полосы России, мне бы ли ни на процитировать не смог, и Маркса тоже. И вам бы не смог. То есть в данном случае картина была в чём проблема Российской империи, как раз, в пробуждении классового сознания. Людям нужно было, чтобы кто-то объяснял, почему. Они не могли даже сами прочитать. У них технической возможности не было. А сейчас те же самые средства пропаганды и так далее, они тоже работают на это. — А что, если сложность процессов по сравнению с тем, что было сто лет назад, уже покрыла собой? — А что такое сложность процессов? — А что такое сложность процессов? — Нетранспарентность того, что происходит в мире. — А можно по-русски? — Ну, непрозрачные элитные игры, которые в теории... — Это имеет значение, эти элитные игры. Можно подумать, Ленин знал, что происходит в кругах, вблизи царя. Да ему это неинтересно было. И что происходит в коридорах временного правительства, ему тоже было неинтересно. Но его целиком свергал. И поэтому какие-то там были группировки, какие-то там были крылья Зимнего дворца, ему было глубоко по барабану. То есть все эти элитные игры, они играют роль в распределении власти среди элиты. Если революционеры собираются всю эту элиту скинуть нафиг, какая разница, кто из них там какие игры строит, какие-то у них там есть тайные внутренние течения. Я просто не понимаю. — Если целиком скидываем, тогда разницы нет. — Нет, а Ленин, типа того, часть буржуи скинул, часть оставил? Более правильных оставил. — Ну просто нет, тогда... — Понятно. — Уважаемые коллеги, мы уже с вами более двух часов работаем. Борис Витальевич, как вы еще в состоянии? — Нет, ну я думаю, что мы еще минут 10-15, наверное, будем закругляться. — Тогда я предлагаю ваш вопрос сейчас заслушать. Еще есть три вопроса из чата. И давайте тогда на этом, наверное, подведем итоги нашей беседы и продолжим. В следующий раз, на следующей встрече. Пожалуйста, ваш вопрос. — Ну я хотел бы здесь как бы два вопроса. Ну в принципе, наверное, можно будет как на один. Один из другого вытекает. — Я не профессиональный историк, хотя историю интересуюсь. И вообще, моя жизненная позиция, любые знания надо применять для своего блага. Как нам, неведающим и незнающим, разобраться? Значит, есть историки дипломирования от академиков до кандидатов наук. Пивоваров, Мединский, Сванидзе, Юдин, Жуков, Гроссу, Логинов и так далее. Они приводят аналогии, делают свои заключения, говорят, какие ошибки. Но почему-то у них разному это интерпретируется. Как нам разобраться? И второй вопрос. Каких ошибок, сделанные в период СССР, элиты, вы можете нам осветить, чтобы мы их не совершали? Потому что вы говорили, история нужна для того, чтобы познать ошибки. Вот назовите мне ошибки, сделанные в СССР, которые мы... Ну, ошибки, сделанные в СССР, на мой взгляд. Я уже в какой-то мере упоминал и в роликах своих, и даже сегодня, в наших беседах, насчет... Первый вопрос, вот вы сказали, историки, кандидаты наук, доктора исторических наук, да, вот Пивоваров, Сванидзе. Извините, а какое имеет отношение к пониманию историю вот все эти регалии, медальки? Изучайте историю. Причем здесь регалии тех или иных представителей якобы научного сообщества. То есть тот же самый Сванидзе, это конъюнктурчик. Какое имеет отношение, что он вам говорит? Вы же знаете, какие у него цели, чтобы вам сказать. А, например, у Плутарха никаких регалий не было. Понимаете, для того, чтобы меня убедить, да, у нас как? Так, вот сегодня был еще один выступающий, сказал о футурологии. У меня вот что происходит в голове. Значит, нам историки рассказывают о прошлом, в котором они не были. Футурологи нам говорят о будущем, которого они и не будут. А нам надо сегодня жить и сегодня действовать. Тогда я не понимаю, что в результате тех знаний вы утверждаете. Он конъюнктурщик. А почему я не могу сказать, что вы конъюнктурщик? Можете. Можете. Вы это пытаетесь сказать сегодня уже второй раз. Тогда меня, я же говорю опять, я с точки зрения практических. Хорошо, мы устоим. Значит, еще есть такое выражение, что у нас история непредсказуема. Отбросим. Но вы говорите, вы проводите аналогии, чтобы выявить ошибки. Поэтому я задал второй вопрос. Какие выводы, из каких ошибок сделаны в СССР вы можете нам сформулировать, чтобы мы их не делали, чтобы мы были осторожны. Вы знаете, как раз таки я не могу сказать это за пять минут. Я говорил это немножко дольше. Это есть ролик такой на Оперу. Он неправильно называется, потому что он называется про перестройку. Разве это просто про перестройку? Он на самом деле не про перестройку. Он как раз таки про то, как был утрачен путь к построению коммунизма в Советском Союзе. И что конкретно привело к падению Советского Союза и реставрации капитализма? А вы считаете, что без проекта по законам объективным можно вообще-то что-то было построить и создать, и прийти? А проект был? Просто от него отказались? Проект был в каком виде? Вы говорите, образованные люди. Все в советское время, все, кто защищал кандидатскую и так далее, обязаны были марсистскую ленинскую философию изучать. Встречаются два коммуниста, семь интерпретаций, каждый цитат. Как это понимаете? Это, говорите, образование. Образованные люди. То, что люди умеют читать и писать, это не образование. Образование, когда они получают научные знания, причинно-следственные связи, изучают законы. И когда вы говорите об ошибках, вы должны сказать, ошибка была, сделана на этом. Вот, что я должен сказать, я буду решать сам. Так вот, о принципе, вот то, что вы обрисовали, вы бы знали, какие споры велись, зарубы, на Втором Никейском соборе, о том, двуедин Бог или триедин. Так вот, сколько там было мнений, как там выпали монофизиты, у которых Бог просто едет. Мнений, это не аргументация, это не научный патрон. Ну и вы-то сейчас говорите о мнениях. Действительно, заканчивается, что спор уже идет немножко. Это спор уже не вопрос, спасибо большое. Дискрус, давайте оставим немножко за уговором. С вами беседуйте, я вот слушаю. Нет, понимаете, дело в том, что то, что вы говорите, это не вопрос. Вы сейчас высказываете свою точку мнения, как и в первый раз. Это дискуссия, я пытаюсь. Нет, это не дискуссия. Дело в том, что дискуссия требует времени. То есть, допустим, мы садимся вдвоем, там, или еще несколько человек. А здесь вы пытаетесь устроить дискуссию в зале, когда мы скажем, что остается 10-15 минут. Я не вижу смысла сейчас спорить. Я, например, вам отвечаю, вы начинаете на мое возражение, говорить свое возражение. Я вам говорю, вы снова говорите. И в итоге получается длительный диспут. На него требуется время. Хорошо, не надо. Если вы хотите, свяжитесь с Кириллом, мы просто можем устроить дискуссию именно вдвоем. Можно на камеру, можно это все будет обсудить, но не в этом формате. Я же вам сказал, что на вопросы эти я уже отвечал в ролике. Я уже говорил и здесь, так сказать, кратко о том, какие были совершены ошибки. Например, ошибка в партийном строительстве, которая была совершена еще при Сталине. Так вот, ну вы такое ощущение, что вот просто этого не слушали. Нет, я это слушал, но это абстракция. Ну как абстракция? Спасибо, я вас понял. Пожалуйста, три вопроса из нашего интернет-чата. Следующий вопрос из интернета. Что было за дело промпартии? Неужели конфликт между крестьянами и городскими свалили на инженеров и руководство? Там не сваливали конфликт между крестьянами и городскими на инженеров и руководство. Там было вполне конкретное и действительное дело промпартии. Более того, материалы по делу промпартии, они есть в свободном доступе. И вот чтобы не рассказывать здесь сколько-нибудь долго, я просто рекомендую взять и почитать материалы этого дела. Откроются бездны на самом деле. То есть дело промпартии, оно возникло, в принципе, если коротко сказать, на идее меритократии. То есть что такое меритократия, нужно объяснить, думаю, если в двух словах меритократия, это власть умных или власть образованных. То есть власть интеллектуальной элиты. То есть то, что сейчас пытаются продвинуть в наше общество, сообщая о совершенно левом выдуманном классе под названием когнитариат, который является лучше, чем пролетариат. Вот это оно. Вот меритократия – это как раз-таки власть образованной элиты. И никакого конфликта там между городом и деревней в этом деле нет. Может быть, вы озвучите источник, чтобы задававший этот вопрос мог обратиться? Ну как? Сложно озвучить источник. Потому что, собственно говоря, материалы по делу промпартии читал очень отрывочные и достаточно давно. То есть, собственно говоря, из всех крупных дел, которые были вот эти вот советские, так сказать, дела о страшных репрессиях, вот эти вот шумные процессы, я более-менее подробно ознакомился только с двумя. Ну потому что действительно очень много материалов. Это с шахтинским делом и с делом Блюхера. Но и этого, в принципе, вполне хватает. То есть, подробное более-менее, ну, четко могу рассказать, допустим, о шахтинском деле. Но о нем сейчас вопросов нет. А дело промпартии – это, ну как, просто действительно, читайте материалы, там все есть. Там есть материалы допросов, там есть вынесенные решения. То есть, дело вполне себе такое, ясное и очевидное. Там дело было связано, если коротко совсем, с саботажем, который устраивали для того, чтобы как раз-таки взять под контроль вот ряд вот как раз научных органов, которые были связаны с, кстати, с госпланом значительной мере, процессы, проходящие в государстве. То есть, для этого устраивались акции саботажа, чтобы, ну как, сделать себя незаменимыми. Понятно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Можно ли было избежать больших репрессий? Ну как, тех, которые их было, можно было избежать, если было больше подготовленных кадров, которые имеют нормальную юридическую подготовку. Но взять их было неоткуда. То есть, репрессии, которые вполне логично были запущены сверху, они очень сильно раскрутились снизу, как раз-таки из-за очень большого энтузиазма на местах. Кстати, мы такие вещи постоянно наблюдаем и сейчас. Когда сверху говорят, надо сделать так-то, а внизу закусят у дела, и понеслось. Следующий вопрос. Можно ли обойтись после социалистической революции без НЭПа на примере 2017 года? Конечно, можно. Дело в том, что после социалистической революции НЭП был введен после гражданской войны. Чисто вынуждено, потому что невозможно было сразу ввести плановую экономику. То есть, не было ни соответствующих структур, ни соответствующих кадров. То есть, планировать некому было. И не было достаточной информации, на основе которой можно заниматься планированием. То есть, пока создавались планирующие органы, собственно говоря, был НЭП. В дальнейшем он стал не нужен. Понятно. Спасибо. И последний вопрос. Вы сотрудничаете с информагентством «Ледокол». Что вы думаете об этом информагентстве? Я не думаю об информагентстве. Я не сотрудничаю с агентством «Ледокол». У меня там есть просто человек, которого я знаю, Марк Соркин. Есть вот Кирилл, которого я знаю. Я сотрудничаю с этими двумя людьми. Я там даже больше никого не знаю. В этом информагентстве «Ледокол». Вот тоже маленький такой нюанс. Вот постоянно понравится. Вы сотрудничаете с такой-то фермой, с такой-то организацией. Запомните, всегда люди работают и сотрудничают с другими людьми. Это очень важный момент, который многие вещи ставят на свои места, проясняет. Всегда работают люди и с людьми. Ни фирмы, ни организации не имеют ни своих целей собственных, ни своей воли. Это все определяется людьми, которые есть в этих организациях. Придут другие люди, и организация почему-то изменит волю, изменит взгляды. Кстати, есть такой печальный момент, есть как раз-таки с организациями. Поздняя КПСС «Горбачевская» с «Горбачевским призывом», где там ведущие такие коммунисты становятся как Собчак и прочая сволода. Вот, вроде коммунистическая партия, да, но почему-то она очень сильно отличается от той КПСС, которая была за 30 лет до этого. Всегда работа идет с людьми. А информагентство «Ледокол», например, я о том, что называется «Ледокол», узнал после выхода первого ролика. — Понятно. Спасибо. Все, у меня вопросов больше нет. — Все, спасибо. Спасибо. — Подводим моторку. Давайте заканчиваем. — Не слышно? Не слышно? Микрофон, пожалуйста. — Ну вот, народ собирается. Хочется вас еще раз поблагодарить за то, что пришли. Поблагодарить Бориса Витальевича Юлина за то, что он отвечал на ваши вопросы, даже самые, скажем так, каверзные вопросы. Надеемся, что это не последняя встреча. И еще раз хочу поблагодарить организаторов здесь, то есть военно-исторический клуб «Ледокол» и «Стория». Спасибо. В свою очередь тоже хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что смогли выделить праздничное дневремя, посетить вот данное мероприятие. И, конечно, отдельное спасибо Борису Витальевичу за интереснейшую дискуссию, интереснейшие ответы. И я думаю, что для многих могли для себя ответить на вопрос, что же такое исторические параллели. И, конечно же, информационное агентство «Ледокол» за такую возможность. Всем спасибо. Ждем вас на наших мероприятиях и на следующих встречах. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин